цифра фарме или фарма в цифре нет такого там каждый сам за себя ну это очень близко к схеме с арендой бутылки водки фарма на мой взгляд вкатывается и будет вкатываться в цифру так по-серьезному ну где-то еще лет пять что-то сломалось фарма очень злая в стране 80 тысяч аптек ну там жопа информационный бардак привет ну то есть в целом можно постановить что с определенного возраста человек бывает в аптеке сильно чаще чем в алкомаркете спасибо большое где проблема российская федерация является единственной практички страной на нашей планете в котором не существует национального справочника лекарственных средств а что вы думаете о торговом п.о. оно не нужно это проблема вы не очень правы я хотел бы начать с пандемии да давайте болеете болеете привет друзья я степан овчинников руководитель компании интерволга мы продолжаем нашу серию разговоров с экспертами вопросов будет 17 и сегодня мы поговорим о том что представляет собой цифра фарма или фарма в цифре поговорим о цифровизации фарматофетические отрасли ну и вообще доставки рынка доставки производства распространение лекарств у нас сегодня эксперт эксперта зовут павел павел шамрин на директор по помогите мне павел информационным системам и аналитическим по в поэтому аналитическим и аналитическим системам эти компании которая обслуживает крупную фарматофетическую структуру мы не будем ее называть так будет проще и правильнее но тем не менее павел хорошо разбирается в этой теме и я уверен что нам удастся ее раскрыть это будет круто правда постараемся постараемся давайте начнем вот с чего этот рынок рынок поставки лекарств я на него смотрю сейчас как потребитель он очень интересный на мой взгляд во первых он очень большой очень структурированный и очень зарегулированный нет я не прав во всем он небольшой он не структурированный но он зарегулированный секунду секунду надо покопаться почему я говорю что большой в стране 80 тысяч аптек в стране примерно 40 крупных дистрибьюторов лекарственных средств и примерно 500 производителей 5 остальных все остальные 5 и все остальные и не меньше 500 компаний которые производят лекарства в том числе дженерик и все остальное но опять же крупных около 50 все остальные ну там окей почему я считаю что это рынок крупный если сравнить это число ну например с количеством магазинов где продается алкоголь то аптек в четыре раза больше чем алкомаркетов так ну здесь смотреть ну и там наверное в три раза больше чем магнитов если мы говорим за онлайн конкретно онлайн покупки онлайн доставки пока говорим про вообще не если вообще туда рынок безусловно гигантский там огромные объемы денег огромные объемы там людей всего если мы говорим за онлайн то это пока что маленькая скучная достаточно индустрия берем все про регулирование да поговорим ну то есть в целом можно постановить что он с определенного возраста человек бывает в аптеке сильно чаще чем в алкомаркете согласен окей и туго довольно большое количество компании вовлечено в это все это все отдельные юрлицы да огромное количество потребителей и очень большая роль государства которое следит за перемещением лекарств регулирует большой степени их производства разве нет но есть нюансы давайте ну скажем так да государство следит государство пытается ключевое слово регулировать есть замечательные у нас там внедрение маркировок это классные инициативы они помогают это интересно но есть моменты на которых государство хронично не обращает десятилетиями внимания обратите внимание на это ну наверное было бы неплохо а что нс российской федерации является единственной практически страной на нашей планете в котором не существует национального справочника лекарственных средств которые регулируются на государственном уровне вы говорите про общий список наименований стандартные чтобы мы с вами не мучились над миллионом лекарств прежде всего этот момент ну смотрите есть такая вещь называется еск лп единый справочник лекарственных препаратов эта штука была разработана для другого сокращения мдлп это маркировка марковка движения лекарства да 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 но это далеко не исчерпывающая история которую можно использовать везде и всюду то есть там присутствуют только лекарственные средства секунду то есть вы говорите о том что государство до регулирует но вот с вашей точки зрения но регулирует не совсем то что надо было бы давно отрегулировать но в общем то да потому что если мы видим что подключились такие большие какие как сбербанк с е аптекой было бы наверное не лишним начать вмешиваться в регулирование именно справочной информации потому что ну для сам для самого же государства прежде всего для собственной статистики было бы ну таким серьезным плюсом большим подспорьем а зачем но вы представьте действующее вещество и так основное вещество и так во всех каталогах занесено и по нему можно выполнять аналитику ошибаюсь что будем делать с многосоставным действующим веществом я вам его могу написать пятью разными образами ну смотрите допустим состоит из двух слов мы можем написать слово пробел слова слова тире слова слова пробел тире пробел слова ну вот есть клп пошло дальше она пишет через плюсик то есть тут вот такая комбинация еще возможно хотелось бы получить некое единое базе то есть когда мы понимаем что вот у нас есть справочник вот этот справочник является истинной последней инстанцией вот так как там так вот должно быть везде корректно и правильно сейчас буду дилетантские вопросы задавать но это же убьет маркетинг я выпускаю давайте возьмем что-то что давно известно я выпускаю аспирин да у нас есть просто аспирин турбо аспирин турбо аспирин плюс если я придумал что-то что еще и помогает сердцу я не знаю мы сейчас будем что-то нарушать или нет но я помню сколько я помню кардиомагнил это на самом деле аспирин то есть что когда я выпускаю кардиомагнил даю рекламу на телевидении я же при этом в общем зарабатываю деньги довольно честным способом если бы государство ограничила мою фантазию это была бы очень неприятная борода для производителей или дистрибьютор нет смотрите мы говорим немножко разных вещах манана этому то есть действующее вещество это здесь не журнале не патентованное давать в том же не на этом бесконечном количестве анальгинов которые представлены на нашем рынке одно и то же действующее вещество в тех же колдуксах колдуктов там и так далее другие там название там плюс минус 1.6 так вопрос не про это вопрос про то что справочник вот этих брендов должен быть исчерпывающим то есть каждый производитель должен был бы быть обязан содержать такую историю себя как пим это продукт information management где вот согласно там требованиях государства заполняется определенные поля и отдается в какой-то там общий спавочник партнер и этот спавочник является обязательным и доступным для всех участников фнк секунду про пим чертовски интересно фактически это же эти системы существуют есть или компании которые оказывают услуги по каталогизации лекарств и сейчас удивительно немножко слышать от человека работающего в коммерческом мире вы хотели бы чтобы туда влезло государство и немножко управлял конечно почему но потому что чем больше людей там работает тем меньше там порядка одни коллеги считают что правильно вот так другие что правильно вот так третье что правильно вот так и получается там часть производителей работает вот с этими ребятами часть производители вот с этими у кого-то какой-то какой-то самопис все это в тебя вываливается там допустим в дистрибьюторское звено дистрибьютор там половину отсекает то что мы эти данные просто нахер не нужны дистрибьютор передает это все в аптечные точки, у аптечных точек совершенно другие потребности с точки зрения информационного потребления, аптечные точки все это в себя принимают, начинают сами заниматься креативом, дописывать какие-то виды, ну там жопа, и в конечном итоге, вот конечный потребитель, там мы с вами, который заходит на сайт, ну там говно, ну ребята, там же скач вообще, там я не могу даже объяснить насколько это глубокая пучина ада, это не девятый круг, это что-то за ним, но это за гранью уже добавить, ну так не должно быть. Интересно, давайте подрезюмируем. Просто смотрите, почему я могу прийти в любой магазин автозапчастей, назвать артикул той запчасти, которая мне необходима, фирменный магазин автозапчастей, вот так по бренду машины, назвать тот артикул, который мне необходим, и получить свою деталь, безвариативно, то есть я получаю только то, что я конкретно спросил. Почему так нельзя с фармы сделать? Это хороший вопрос, раз вы спрашиваете, я отвечу. Во-первых, рынок автозапчастей ничуть не менее сложен, чем рынок лекарств. Ну я сейчас забольное задел. По количеству, конечно. Нет, там на самом деле, ну давайте с простого, есть подшипники, например, и один и тот же подшипник, это физически одна и та же деталь, может иметь до 15 различных маркировок, обозначающих то, что это он. То же самое в фарме, не один в один. Давайте померяемся, да? У кого хуже? Нет, на самом деле, в чем вы абсолютно правы, что если мы говорим о чем-то брендовом, ну там, Volkswagen, у которого есть модель, которая проверена годами, она структурировала все номенклатурные позиции, у них есть номера, и если мы турецкая, китайская, российская компания, которая хочет производить, допустим, фильтры для этого автомобиля, мы будем использовать их каталожные номера, ну понятно, подмешивать свои, свой маркетинг, но мы будем говорить, мы почти Volkswagen. Здесь, если я правильно понимаю, вот эта многоэтажность, структурированность рынка, она существует, роли на ней выделены, но присутствует такая вольница, и очень многие вещи можно делать, что порождает, ну мы с вами занимаемся IT, информационный бардак. Информационный шум даже, скорее, да, причем лютый абсолютно, и очень сложно иногда даже в рамках работы с конкретным производителем найти у него истину, то есть нередки ситуации, когда сам производитель не в состоянии предоставить исчерпывающую информацию по своим продуктам, такое бывает. Потому что? Потому что он сам не знает, что конкретно, в каком формате надо предоставлять. Он начинает либо предоставлять что-то очень дозированное, либо не предоставляет толком ничего. Это типичная ситуация, очень многие компании производственные этим страдают. Для них номенклатурная позиция, это номенклатурная позиция, у нее есть номер, в лучшем случае там рецептурная карта, по которой они ее произвели, они знают технологический процесс, по которой эта штука произведена, но нет никакого маркетингового описания. Но я говорю про производственные компании, с которыми мы много работаем. Вы про это говорите? Маркетинговое описание существует, то есть выделяется определенный кластер продуктов, которые подвигаются, там целый отряд бравых классных маркетологов, бэнд-менеджеров и ежа с ними, они начинают вот это все делать, там сайты одностраничники и так далее, писать статьи какие-то, все это классно подтверляется. Но если мы говорим за то, что осталось за кадром, то есть те препараты, которые тоже есть в портфеле компании, вот с ними очень сложно. То есть по ним выводить какую-то адекватную информацию, даже там с медицинского отдела, который находится в, ну как правило, должен находиться вам как производителя, то есть это вот ребята, которые должны давать вот такую информацию тебе. Все очень нужно. Давайте попробуем понаводить порядок. Гипотетически провокационный вопрос. Есть некий производитель, у которого много чего он выпускает, ну там несколько сотен наименований, да, есть 20, которые он активно пиарит, про которые бравые маркетологи сочинили посадки, есть страницы, есть брендовая реклама, все хорошо. А еще они производят 20 видов аспирина, да, я сейчас для примера использую аспирина. Они используют что-то, производят что-то, про что нет нормальных каталожных данных. В моем мире это довольно просто решается внедрением, то есть от того самого PIM, о котором вы сказали, это не безумные стоимости решения, такие решения есть в том числе на российском рынке. Я вот на коленке взял, возможно, если по-честному. Можно сделать на коленке, взяв какой-нибудь популярный в России фреймворк, да, можно взять что-то более узкоспециализированное. Где это сломается? Что мешает? В людях. Нет процесса. Фарма является в данный момент в России достаточно архаичной отрасли. Не расслышал? Архаичной отрасли. Архаичной отрасли. Ребята в 2012 году отказались от факса только в полную силу его использования. А до этого факс реально был? Да, абсолютно серьезно, я не шучок. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть фарма, на мой взгляд, вкатывается и будет вкатываться в цифру, так по-серьезному, ну, где-то еще лет 5-7. То есть, ну, пытаясь там понять, попробовать, посмотреть, потому что... Есть две категории, на самом деле. То есть, вот очень хорошо это видно на программном обеспечении, которое делается для втечных точек. Мы можем увидеть две противоположные картины. Первая часть программного обеспечения, она создается классными ребятами, там, балденными разработчиками, но которые ни хера не понимают в фарме. От слова совсем, вообще ничего. Но почему-то они туда пошли. Фармой вы сейчас называете, извините, в том числе и процесс сбыта. Мы понимаем, да, что мы не очень точно пользуемся термином фармой, а мы сейчас фармой с вами называем весь процесс. От производства через дистрибуцию до потребления лекарства. Вот люди, которые выпускают софт, часто не разбираются в чем? Во всем, судя по всему. Ребята разбираются в разработке программного обеспечения, но не разбираются во внутренних процессах той же, я не знаю, оптичной точки. Или даже оптичной сети, наверное, было бы правильно сказать. Ты можешь столкнуться с моментом, когда у тебя потрясающая история в рамках одной оптичной точки, но если ты расстатываешь на две и более, ты такой, понятно. Надо много чего допиливать напильником, а где-то прям кувалдой пробыть. О каком виде софта вы сейчас говорите? О кассовом, складском, в общем, о торговом софте? О кассовом и складском одновременно. Торговый? Конечно. А есть вторая история, это когда это отвратительный код, ну это просто ***, ты на него не можешь, ты не понимаешь, как он работает, но все процессы сделаны потрясающе. Как так может быть? Легко. Это делали люди, которые понимают обалденно фармой, но ни хера не понимают в разработке. Это многое страна монеты. Этот код плохой, потому что он не работает? Или он плохой, потому что… Потому что это бетон, ты ничего с ним не сможешь сделать, ты не можешь его доработать, ты не можешь… Ну, если ты приходишь даже к вендеру у этого же ПО и говоришь, ребята, вот вы классные, давайте доработаем какой-то модуль, там мой маркетинговый союз какой-то, не знаю, маркетинговую программу. Я говорю, это невозможно, такой ***, в смысле как, почему? Ну, типа, вот я заказчик, вот по ЁТЗ, вот деньги, ну, типа, где нет взаимосвязи, а у нас ушел программист, который это делал, мы не знаем, как это делать. Все, финита лекомедия. Я вот, я верю в невидимую руку рынка, как это ни странно, да, звучит. Если бы это очень сильно болело, то победили бы вот эти самые люди, которые пишут плохой код, офигенно знают отрасль, они понимают процесс, они делают то, что нужно в отрасли. Потом приходит Павел и говорит… Все говно переделывай. Все говно переделывай, нет, есть прекрасный паблик в интернете, я его не читаю, но название обалденное, называется «Тамара какого хрена», да? Вот он приходит и говорит «Тамара какого хрена», и люди немедленно находят обратно тех программистов, потому что им либо заплатят денег, либо оторвут голову. Если, то есть, неужели у вашей отрасли реально болит? Херовое программирование дешево стоит. Рыночек порешал, все очень просто. Херовое программирование дешево стоит, но это же создает огромные ниши для дорогого программирования. Да, так и есть. Ну, смотрите, давайте будем честны. Вот есть аптечная сетка, небольшая, допустим, точек 5 будет. 99 процентов, что это ребята никогда в жизни себе не поставят решение от 1С. Послушайте, но 5 точек – это же очень мало. Мало, конечно. Вы сейчас залезаете на тему, которую я хотел сильно позже, но давайте я сейчас спрошу. Давайте. Мы знаем, нашими клиентами являются несколько сетей, болтающихся в районе 150-200 оттек. То есть для нас, если взять любой другой бизнес, это крупный бизнес, потому что у него 200 точек, это склады, это определенные системы менеджмента, это определенный товарооборот, это элементарная выручка. Я сейчас задам вопрос. И в нашем мире, меня это крайне удивляет, они совершенно не рассматривают бюджеты для инвестирования в IT в частности, которые легко рассматривают гораздо более скромные компании по размерам, которые продают что-то другое. На фармрынке проблемы с выбором, с прибыльностью, с рентабельностью? С рентабельностью, ну, скорее всего, нет. Давайте я попробую объяснить вам, наверное, за рыночек немножко. За рыночек, да. Как оно работает на самом деле. Весь банкет происходит в основном, с точки зрения IT, за счет производителя, потому что это самый богатый парень вот в этой тусовке. Если мы рассмотрим цепочку товародвижения, то есть начиная с момента производства до момента отпуска конечного потребителя, у нас есть три звена. Произвели, дистрибьюция и последние меры. Основные деньги у нас находятся у того, кто произвел, и у последней меры. То есть это вот самая большая наценка, с которой ты можешь работать. То есть эффект сжатия и вымывания дистрибьютора на этом рынке тоже происходит? Конечно. Как это произошло в продуктах питания? Да, конечно. Это есть, это будет, рынок скопывается. Абсолютно нормальная, закономерная история. Но в данный момент у дистрибьютора получается самая маленькая маржа, но ее много. Парадокс. Сейчас вопрос, верно ли я понимаю, что вот эти 500 производителей, ну в общем бегают за этими пятью дистрибьюторами, чтобы они их взяли на борт и поставили в свои сети? Нет, 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 там немножко другая история. Там все решают маркетинговые контракты и условия по оплатам англорскому. Это когда они уже заключены? Нет. Вопрос, когда это обсуждается, кто хозяин положения? Наверное, оба. Нельзя сказать, кому это выгодно, это как правило вин-вин. Итого, производитель зарабатывает, если смог произвести нечто стоящее и запихнуть это в товаропроводящую сеть. Дистрибьютор зарабатывает, если он не осел и грамотно управляет своими процессами и с бытом. Что, самые пострадавшие это оптичные сети? Это же последняя миля. Это вкладчики бизнеса, это самый хлопотный, но при этом самый оборотистый и самый легко оттачиваемый вид бизнеса. Это, наверное, длинные маленькие деньги. Это вот так можно описать. То есть это маленькие по объему, но очень длинные по времени деньги. Получается, то есть в среднем, если мы возьмем какую-то хорошую аптечную сеть, ну, дней 60 у нее, получается, вымытие товара происходит. То есть с момента его приобретения до момента его выдачи происходит 60 дней плюс-минус. То есть, ну, около того. Так. Это, ну, средние по больнице, опять же, там не в каких-то конкретных продуктовых книжках. Это довольно типичные цифры для любого ритейла, нет? Да. Так. Где проблема? В стоимости хранения? Проблема, наверное, в том, что ты не можешь позволить себе сделать хорошую, большую наценку с точки зрения последней миля, потому что у тебя эта наценка могла прилететь в дистрибьютор, уже тебе туда она вшита. Да. И разогнаться сильно, а на ряде препаратов ты, в принципе, как живешный, ты разогнаться не можешь, потому что у тебя есть... Вы имеете в виду препараты, находящиеся в ряде жизненно важных, на которые нельзя давать цену. У тебя по региону страны есть коэффициент на предельную цену, то есть ты дороже нее подавать не можешь просто его. И получается, что, в общем-то, у тебя не такой большой выбор. То есть то, что с точки зрения маркетинга и прибыли подается у тебя интересно, оно потребителю на *** вообще задает. Но это прям *** помойка. Это пыль индийских дорог, этим нельзя пользоваться, ребята. Не, ну можно, конечно. А вы говорите о рецептурных препаратах или о БАДах? Да, о любых. То есть еще раз, если вы что-то покупаете в аптеке, дешевое... Нет, 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 нет. А о чем идет речь? Я не про дешевое говорю. А про что? Про то, что аптеке выгодно было бы подать. Ну вот, смотрите, возьмем какой-нибудь известный препарат от простуды, в котором есть цифра 90. Вы понимаете, о чем я говорю. Я редко болею простудой, давайте его назовем... Ингверин. Ингверин, да. Он тебя сам подает. Там нет маркетинга, там нет закупок. Если ты попытаешься поговорить с производителем... Там нет действующее вещество. Конечно. Так. Если ты попытаешься поговорить с производителем... Действующее вещество есть в любом препарате. Если ты попытаешься поговорить с производителем, типа, а давай, что-то он скажет, иди в жопу, у меня кроме тебя, вон еще хер, тьма аптека, все мои потребители, потому что производитель вложился в рекламу по телевидению, в рекламу по интернету, еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то, и получается, что препарат подает себя сам. Конечной операции продажи, по большому счету, на аптеке не происходит, потребитель пришел уже с запросом. Я понимаю, это фактически прямой клон пункта выдачи заказов, во что сейчас превратились маркетплейсовые все точки и электроника. Я тоже к этому превратился. Аптеки тоже превратятся, это следующий шаг. Это интересная мысль. То есть мы приходим к тому, что роль аптеки в этой товаропроводящей сети очень маленькая, она просто есть, мы рассматриваем ее как склад, куда человек приходит и покупает то, что ему заранее вшили в голову телевизором и прочей рекламой. Телевизором, прочей рекламой, друзья знакомые. Важно понимать, что фарма, аптека это стрессовая покупка. Ты приходишь в аптеку в двух случаях. Либо жена послала, либо болеть прямо сейчас. Да. Третьих опций пока для мужского населения, ну их не бывает, их просто нет. Но вот вы часто заходите в аптеку посмотреть, что там есть у пацанов. Во-первых, у девчат. Ну да. А во-вторых, нет, захожу не часто, но я бываю в аптеку, ну знаете, что никакой мерчендайзер не победит мужика со списком. Я вот всегда мужик со списком. Так все-таки, если это стрессовая покупка, то я все никак не могу понять, почему там нет денег. Там есть деньги, их надо просто уметь добывать. А есть те, кто умеют? Конечно. Аптечные сети. Да. Задача фармацевта в момент, когда пришел мужик со списком и говорит, дайте мне 90, ему скажут, мужик, смотри какая тема есть, ну возьми. Ну дешевле, не, и дешевле там, типа на 50 рублей, а мы тебе бонусов еще дадим. А еще у нас можно сбег спасибо оплатить. Как это работает? Это будет фуфло? Нет. Тогда я не понимаю механика. Это будет товар, просто который законтрактован у этой аптечной сети конкретно. Стоп. Уловил. То есть, тот препарат, за которым пришел я, в него много вложил маркетинга производитель, и поэтому аптека на нем зарабатывает очень мало. А то, что законтрактована аптека, и мне будут усиленно впаривать, и на нем заработает аптека. Ну, фактически, это просто, ну извините, мне как потребителю почти все равно, в каком месте люди нагрели руки. Если они при движении товара до меня их нагрели. А есть такая вещь, как СТМ, об этом мы попозже поговорим. Это отдельная вселенная, это моя любимая. Секунду. Итого. Я все пытаюсь для себя структурировать этот рынок, честно, уже не в первом разговоре пытаюсь структурировать, но давайте сейчас это сделаем для всех. И вы получаете упорядочный хаос. Я, кажется, получаю упорядочный хаос и не могу до конца разобраться. Но все-таки мы понимаем, что производитель, если он действительно производит лекарства, действительно умеет их маркетировать, ну и в целом стабильный, и таких стабильных в России довольно много, он самый, скажем так, прибыльный, защищенный и спокойно работающий участник этой цепочки. И самый задрючный с точки зрения регуляторики. Это понятно, да. То есть он платит за это огромной, ну будем говорить, ответственностью, или вернее, количеством препонов, которые он должен пройти, чтобы выйти на рынок. Эти моменты, моменты производства, это тоже очень дорого все ему обходится. Вот поймите, чтобы разработать дженерик, надо приобрести лицензию определенную. Что же стоит денег все? Сейчас поясним, что дженериками мы называем препараты, на которые закончилось срок действия авторского права того, кто его придумал, и после этого с некоторыми ограничениями его может производить кто угодно. И да, и нет. Ну, потому что потом, когда у тебя срок возвращается назад, и ты продолжаешь выпускать свою историю, у тебя дженерики, ссылка не уходит, они как сели, так и будут сидеть до конца веков. Да, да, это понятно. То есть в момент выхода дженериков... Дженерик – это копия. Да, это копия. Есть ребята, которые сделали оригинальный препарат, есть те, кто либо купил у них лицензию, типа, мы хотим тоже варить такую штуку, но под своим брендовым названием каким-то. Либо переход в общественное состояние, когда они могут это делать. Да, да. Хорошо. То есть, да, производителя все мучают, но если он смог, то у него все хорошо, и в целом, ну, это важно стратегически понимать, что его положение на рынке очень прочное. Вы должны понимать, что для того же производителя, в принципе, ну, давайте, наверное, называть вещи своими именами, фарма – это, по большому счету, негарантированные квадратные инвестиции. Ну, вот смотрите, давайте предположим, что у производителя есть линейка каких-то дженериков, и производитель начинает вкладывать большие объемы денежных средств в разработку какого-то своего действующего вещества. Вот на поиск разработку вот этого действующего вещества он может вложить 500 миллионов, миллиард, он может в 3, в 4, в 5 сделать таких. Совершенно не факт, что 4 из этих стрельнут. И помним, что при этом цикл до того, как он подтвердит гипотезу – это 2-3 года, а до момента, когда он вернет инвестиции – 5-7 лет. Это понятно, но еще раз, тут можно привести прямую аналогию автозапчасти, вы задали хорошую тему. То есть так же, как Volkswagen 10 лет разрабатывал какой-нибудь Volkswagen Golf, потом второй Golf, потом третий Golf, ну и весь мир называет это Golf-классом. То есть, да, у него большие затраты, но он крепко стоит на ногах. Давайте временно их отставим в покое, этих ребят. А что у нас с дистрибьюторами? А что с ними? Хочу понять. Ну, в классике. Дистрибьюторская функция – это в том числе функция маркетинговая, если это в классике. Ну, классика дистрибьюторского подхода в чем? Производитель только производит, отдает регионы или сектора для того, чтобы дистрибьютор там формировал определенную лояльность. Я про классическую дистрибуцию говорю. Потом есть дилеры, потом есть розница. Вот дилеров уже нет в аптечном рынке, и судя по тому, что функция маркетинга полностью практически перемещена на сторону производителя, маркетинга препаратов… Вообще нет. Тогда поясните, вы тут сейчас говорили, что маркетинг препаратов занимается производитель. Есть два типа маркетинга. Есть трейд-маркетинг – это история, когда мы работаем с конечным потребителем, то есть там с вами, со мной, как с физлицами, вот те, кто придут в аптеку и купят. А есть история маркетинга, когда действительно работает с аптечной сетью. То есть это немножко другой вид маркетинга все же. И вот этим занимается дистрибьютор. Да. Отличное уточнение. Потому что, ну смотрите, есть простой пример. У производителей есть такие ребята – медпреды. Ребята, которые работают с врачами, которые работают с аптеками, которые рассказывают о препаратах, ну бегунки. Классные ребята, основа рынка, молодцы, спасибо им большое за их тропу. Все еще? Ничего не сломалось в этом мире? Нет. Как с ними не борются, они живы и бегают? Конечно. Так они лучше какое-то время жить и бегать. История про то, что понятно, что большой дистрибьютор никогда в жизни не достигается на двух маленьких точек в кондопоге где-нибудь. Ну невозможно это физически. А дистрибьютор это тянется, потому что он туда отгружает. Потому что у менеджера есть прямой контакт с заведующей. Вот с этой вот конкретной. Потому что есть маркетинговые программы, потому что есть маркетинговые союзы какие-то. Это тоже отдельная история рынка. А что вы думаете о торговом ПО, которым пользуются сейчас аптечные сети? Оно хорошее, плохое, недостаточное в стадии развития? Что там? Оно недостаточное, оно неполноценное. Это как ребенок-коллега пока что. Несмотря на то, что этому ребенку-коллеге скоро на пенсию. То есть 30-40 лет с 90-го года, если считать, 35 лет аптеки это абсолютно коммерческая деятельность, не в тетрадочках. Ну, смотрите, нет, ну как сказать, 30-40 лет не так, да нет, в общем, вы не очень-то правы. Не так давно люди отказались от амбарных книг в полную силу. Окей. Маркировка, в общем-то, очень сильно поспособствовала этой истории. Маркировка поспособствовала. Конечно. Здесь токровизацию коснулись. Не везде это работает история. Давайте поднимемся на уровень. Когда мы говорим о B2B-маркетинге, ну в моем мире, B2B-маркетинг – это штука, которая очень существенно должна использовать то, что называется CRM в современном мире. Мы должны знать этих медпредставителей. Мы должны знать, к кому они ходят. Ну, я знаю эти истории, несколько раз к нашу компанию обращались. Кстати, это были производители. Это были производители, а не дистрибьюторы, которые говорили о том, что они хотят трекать, ну, их словом скажем, все активности, все вебинары, семинары и публичные мероприятия, где они были, все рассылки, все переходы по ссылкам, все персональные консультации, которые были произведены с врачами. В этой фантазии еще GPS-маршрут, наверное. Обязательно. GPS-маршрут – это одна из первых вещей, но, кстати, не самая сложная в реализации. И более того, одна из этих компаний имела подобную систему, находящуюся в стадии пилота иностранного производства. Речь шла об ее замене. Это был все еще пилот. Учитывая масштаб этой деятельности, мы когда-то делали проект, и я помню число, что в России что-то порядка 100-150 тысяч врачей всего. Соответственно, чтобы окучить, возможно, я ошибаюсь, но вряд ли радикально, чтобы окучить, например, 50 тысяч врачей, которые занимаются, хоть как-то касаются лекарств, ну, нужно в 20 раз меньше представителей. То есть мы имеем, как минимум, несколько тысяч, а скорее десятков тысяч людей, которые занимаются этим маркетингом, и как они живут без CRM. Я видел, вы махали головой. Значит, CRM-а там нет. Есть. Своеобразный. Тетрадочка? Нет, почему тетрадочка? Есть, есть. У серьезного производителя есть свои CRM-системы, это все используют очень хорошо, интересно. Везде свои подходы какие-то. То есть эта штука скорее оцифрована, чем нет? В большинстве случаев да. Ну, потому что производитель очень любит считать деньги и их экономить. То есть это нормальная история. Можно ли утверждать, что у дистрибьютора вот эта вот потребность, вследствие большой сложности его процессов, огромный объем коммуникаций, я как рассуждаю? У производителя коммуникации в основном с государством и с его таблетками, которые он производит. То есть это достаточно такая закрытая история. Он производит, потом он договаривается с производителями, ну и немножко умывает руки. У него мало коммуникаций. Но почему? У него есть достаточно большое количество коммуникаций с большими оптичными сетями. С федералами, с регионалами. Это достаточно важная часть их работы. Для того, чтобы ты появился на полке тех же образных, я не знаю, 36-х, тебе надо проделать большую работу для этого. В том числе напрямую. И у них тоже должна быть CRM, только CRM, которые они продают вот в этом у B2B, который продаст в следующем у B2B, который уже будет B2C. И вы говорили, что этот рынок плохо структурирован. B2B to B2B to B2C CRM. Это подождите, когда и коммерции еще не дошли. Очень показано. Мы дойдем, да. Хорошо. Я хотел просто... Вот в моем мире. Дистрибьютор является, несмотря на то, что вы утверждаете, что его зажимают сразу с этих сторон, но дистрибьютор является именно тем узлом, на который завязывается какой-то невероятный объем коммуникаций, который занимается... Он сам занимается тем, что он получает препараты. Он сам занимается тем, что он занимается доставкой, раз он дистрибьютор. Это же транспортная история. Он сам занимается учетом. Он занимается мотивацией B2B-шных сетей. Хранением. Да. Он занимается отчетностью по тому, что мы обсуждали маркировку и мониторингу движения лекарственных препаратов. Это любой участник, который обязан отчитываться. И вот именно на этом этапе больше всего востребована, во-первых, нормальная учетная система, которая бы все это считала. И мы знаем такие системы, да. И второе, хотя они иногда болеют. Иногда? Иногда. Хорошо. Очень больные системы. И второе, о чем мы должны поговорить, что есть целая пачка отдельных, плохо закрытых сценариев, таких как маркетинг, их собственный, их B2B-продажи. Я про дистрибьюторов все еще говорю. Их процессы закупок и отгрузок, их процессы претензий и мониторинга этих потом результатов продаж, и вот это все порождает какой-то невероятный спрос на ИТ, который я хочу увидеть на этом рынке. Почему вы считаете, что это плохо закрытых вопросов? Потому что, хочу вас спросить, это вопрос закрыт хорошо, просто если понять сколько игроков на этом рынке, я бы сделал вывод, что на этом рынке должны быть хорошие, готовые пакетные решения, которые это закрывают. Ну, мы их не видим. Самопис. Ну, разве можно считать самопис хорошим закрытием какого бы то ни было вопроса? Да почему нет? Почему нельзя? Ну, сейчас скажу вашим словам, потому что любой самопис это, как правило, говно. С точки зрения того, о чем мы говорили, это бетон, который очень дорогой в стоимости обслуживания. Говорит директор студии, который делает вот эти самописы просто на базе Битрикса? Серьезно? У меня есть вопросы сейчас, Степан. Нет, это правильный вопрос. Смотрите, что я называю самописом? Я называю самописом историю, которая практически… Она иногда сделана хорошо, иногда плохо. Почему я использовал плохое слово? Потому что, как правило, то, что самописно кем-то произведено, во-первых, произведено без определенного плана истории развития этого продукта, оно начинается как домашняя поделка. Никто не понимает масштабов. Скорее, не домашняя поделка, но закрывает какую-то конкретную задачу в режиме сейчас. А потом она начинает вот так вот обрастать. Самое главное свойство самописа, помимо его архитектурного, как правило, убожества, это то, что владельцам этих знаний, причем не о какой-то сакральной вещи, а в целом о том, как эта штука работает, является даже не компания, является один-два человека. То есть, ну, вы упомянули, об этом можно поговорить. Мы делаем и делаем для фармацевтического рынка в том числе много вещей на Битриксе, и я отвечаю за эти свои слова. Мы с удовольствием берем чужие проекты на Битриксе, ругаемся плохими словами, берем много денег заказчика, но проекты на Битриксе передаваемые от одного подрядчика к другому. Передаваемые. Нет, не согласен. Давайте возьмем пример, наверное, один из проектов, где мы с вами вместе сталкивались, наверное, самый первый наш, который относился к маркетинговой программе. Так. Ну, вы вспомните, вы же переписали 95% того, что там есть. Мы переписали, потому что он тормозил. Ну, еще раз. Нет, 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 Павел, тогда я со своей стороны скажу. Нет, нет, нет. Со своей стороны скажу. Когда мы имеем дело с настоящим трусом-описом, его взять и, скажем так, не останавливая производственного процесса, дописать невозможно. Согласен, да. Битрикс. Если говорим под что-то на своем языке, да. Битрикс во всех своих распространенных, да, распространенной критики, назовем их недостатками Битрикса, у него есть навязанная, жесткая и довольно примитивная архитектура. Если разработчик от нее далеко не отходит, а он от нее отходит, если он занимается самописом, да, то потом возвращение к канонам позволяет это использовать. Или если есть ***, который говорит, надо, делай вот так. Ну, кстати, заказчики умнеют, и все чаще и чаще, мы, кстати, это встречаем явление в разных мирах, в Одинессе, в Битриксе и даже вот в Salesforce, мы видим одно и то же движение, что заказчик или архитектор, или любой компетентный человек говорит, давайте поменьше кастомизации. Потому что люди в каком-то смысле наелись кастомизации, и они понимают, что от нее много плохого. Здесь немножко от об этом. Давайте вернемся. Вы сказали, почему мы зацепились и вылезли на обсуждение конкретных фреймворков, проектов о недостатках. Давайте вернемся. Вы сказали, что вот этот пункт задач, который я перечислил для дистрибьютора, закрыт. Я хочу понять, кем или чем. То есть, вы сказали, неужели я, Степан, считаю, что эта потребность не закрыта. Да, я считаю, что она не может быть закрыта, потому что на рынке нет сложившихся решений и тиражей. Таких не будет никогда в жизни. Вы считаете, что это слишком маленький рынок для этого? Слишком высокая точка входа. Чтобы войти на этот рынок, ты должен обладать много-много-много какими вещами, и включая огромным мешочком с золотом, прям таким внушительным. Вы про участника рынка айтишника или про участника дистрибьютора? Так. Соответственно, большая часть дистрибьюторов, которые сейчас являются федералами, национальными дистрибьюторами, большими серьезными ребятами, которые 20 плюс лет на этом рынке, или 10 плюс лет на этом рынке, они прошли очень большой, тяжелый путь. Кто-то начинал свою историю с одиннадцатым, кто-то начинал свою историю с какими-то самописными местными решениями, которые исторически развивались, развивались, развивались. И вот там либо идет переход какой-то в какую-то другую историю, либо вот это решение продолжает допиливаться, жить и жить оно будет еще лет 10. Самопис, который пророс внутри компании? Да. Самопис, который не просто пророс, а на основе которого выстроены бизнес-процессы. То есть не бизнес-процесс и под него подстроили программу, а вот программа работает так, и от нее родился бизнес-процесс. Вообще в мире консалтинг считается хорошей практикой. Когда вы взяли хороший продукт и подстроили под него свои бизнес-процессы. Я слышу сейчас САП прямо. Немного да. Так, соответственно, все-таки я пытаюсь докопаться до вашей мысли. Если вы считаете, что эта потребность в целом закрыта, вы считаете, что она закрыта чем-то плохим, что там часто пустило корни, уже работает? Не всегда плохим. Отвечающим на задачу в режиме сейчас, да. В перспективе, возможно, это надает по задницам при решении каких-то перспективных задач. Ну, простой момент. Жил-былся дистрибьютор. Большой, хороший. У него были процессы, все было отлажено, все было классно, но вот начались у него проблемы с пересортом серии, допустим. Решение этой проблемы надо было бы автоматизировать. А вот тут начинается самое интересное. Тут мы начинаем сталкиваться с прелестью учетных систем. Сейчас надо объяснить. При сортом серии, чтобы я тоже был уверен, что я правильно понимаю, такое явление, когда выпускается любой товар, не обязательно лекарство, это могут быть те же автозапчасти, в виде серийных поставок, и когда при учете продажа ведется неправильно фиксируется, что распродана более поздняя серия, а не более старая. Нет, не совсем так. Это не профифо. Это не профифо, это немножко другая история. А про что тогда? Смотрите, у меня есть на складе две серии с одинаковым сроком годности, плюс-минус. Вы продаете любую? По-хорошему, то есть я продаю серию А, а в документе указываю серию Б. Я понимаю, это ошибка. И чисто технически, как бы, это надо делать возврат. А потом приходит бабушка и покупает просроченные эспири. Не, не просроченные, подождите, тут про сроки даже мы не говорим сейчас. Мы говорим просто про то, что то, что мы отгрузили и то, что написали в документе, это разные вещи. Ну, по-хорошему, надо сделать возврат, надо сделать корректировочный факт, вот этот вот весь процесс. То гораздо удобнее было бы, если аптека зашла бы на какой-нибудь сервис, сказала бы, ребята, я вот у вас вот это взяла, а на самом деле это вот это. Вот, давайте как-то это поменяем. Тут же есть еще история с МДЛП, куда все мы, мы должны как дистрибьютор это отправить сказать, то, что нет, вот это вот АД, она на самом деле у нас, а вот это вот, да, ну вот в этой аптеке живет. И аптека может этим подавать, потому что в полную силу у нас же работает маркировка разрешительного режима. Разрешительный режим, это когда у нас идет проверка маркировки не только при приемке, но еще и при отпуске. Такая же история сейчас, кстати, внедрена в воду, вот с первого марта. Поэтому иногда не удается купить водички, да. Это прям, ой, ну это больная очень история, на мой взгляд. Так вернемся, вот есть производитель, у него есть проблемы с пересортом серии, что происходит дальше с ним? Ну, эту проблему надо как-то решать. Ну, выглядит как среднего калибра задача доработки учетной системы. Это проблема для... Это не проблема, ну это просто задача, которая затаргивает систему торговую, затаргивает складскую систему ВМС, там класса ВМС, потому что это совершенно другая история. Портал затаргивает, то есть, ну, везде увязаны справочники. Спарочники, как правило, могут быть вообще разные. В торговой системе свой, в ВМС свой. Вот ты должен все это увязать какими-то красивыми, изящными решениями. Ну, то есть, все-таки, если представить себе некого волшебного автоматизатора, который приходит на этот рынок и говорит, друзья, теперь будет вот так. Вот здесь у нас PIM, в котором нормально загружены все виды лекарств со всеми нужными маркетинговыми, там, весовыми, габаритными, ценовыми и прочими показателями. Вот это у нас система ВМС, которая все это учитывает, вот это у нас торговая система, вот это у нас лояльность и так далее. То это бы рынку сильно помогло. Но, тут, наверное, не с чем спорить, я так слышу вот последнее, то, что мы обсуждаем, несколько минут, что это не настолько надо этому рынку, чтобы он мог профинансировать настолько дорогую приключение. Больше да, чем нет, потому что у каждого большого игрока есть свои какие-то кулуарные штучки, которые он сильно-сильно охраняет. Свои какие-то плюсы, свои какие-то минусы, своя информация, которой, в общем-то, не хотелось бы делиться, а если приходит какой-то один большой игрок, то, значит, это одни и те же дырки в разных системах. Это значит, что я свою коммерческую информацию могу просрать на раз-два. Нет, я на это не готов, наверное. Такая сия история. То есть, они очень большие и их очень мало, игроков этого рынка, поэтому рынок не структурирован. Интересно, это, пожалуй, сильный тезис, о нем надо подумать. Спасибо. Давайте поговорим про, наверное, самое мощное событие последних десяти лет, которое было в лекарствах. Какой есть? Я хотел бы начать с пандемии. С одной стороны, как я вижу, не будучи инсайдером рынка, во-первых, это вызвало колоссальный буст самого интереса к лекарствам, к аптекам и нагрузку на эти самые аптеки. Второй фактор. Сами аптеки стали точками массового скопления людей. Это, по идее, должно было бустануть процесс избыта и всякого рода доставку, удаленку при всей ее неоднозначности юридического положения. И третье, это должно было создать огромную нагрузку на проводящую сеть, которая должна была от производителей начать что-то производить. Она очень медленно это делала, поэтому, можно сказать, не успела, кроме как маски. Ну почему, вы зря сейчас так обижаете отечественные фармпоизводители. Вы вспомните, с какой скоростью нехерачи вакцины стали? Очень быстро. Ну, во-первых, не с очень большой скоростью это произошло. Очень быстро, быстрее, чем все остальные в мире. Мы были одними из первых. Ну просто в моем мире это все равно было довольно долго. То есть пандемии началось в начале 2020 года, а вакцины появились в ноябре, если я не ошибаюсь. Да, совершенно верно. И это достаточно быстро. Это не просто быстро, это херь есть как быстро. Теперь задам вопрос. А как, вы как практически инсайдер этого рынка, вот пандемия и вот этот удар сразу по трем местам, по трем коленным чашечкам этого удивительного организма, как она была встречена отраслей? Слезами. Слезами и болью. Ну, где-то это были слезы и радости, что наконец-то вот сейчас-то у нас там бизнес тренет. А кто, подожди, давайте, кто так реагировал? Аптеки, конечно. И это сработало? У кого-то да, у кого-то нет. Кто-то умудрился бросать этот золотой период. Такие тоже были. А период правда был золотой? То есть люди покупали все, что отдаленно было похоже на противовирусный препарат? Я сейчас выступаю как, я прям чувствую, что как корпоративный скот, который типа да, давайте болеете, болеете. Нет, я не за это, я за здоровье людей, безусловно. Мы желаем здоровья людям. Да, всем. Всем и много. Но работаем мы на аптечных. Ну, такова жизнь. Люди болели, болеют и болеть будут. Ничего мы с этим сделать, к сожалению, пока не можем. Здесь история была больше по то, что аптечные сети оказались не готовы к такой нагрузке с точки зрения спроса. Потому что, по-первых, если вспоминать начало вот этого периода, с полок сметали вообще все. То есть, ну, страшно, паника, непонятно, чем это лечить. С металли, антибиотики, там, с металли, я не знаю, противовирусные все средства. Буду по глупым вопросам идти. Я даже в пандемии очередей в аптеках, честно говоря, не помню. То есть, есть аптека, у нее есть ассортимент. Вопрос не очень. Его раскупили. Да. То есть, аптека уже выиграла. Если они смогли оперативно подвезти следующий КАМАЗ, значит, с антибиотиками и продать еще и его во время вирусной пандемии. И вот здесь начинается приключение, потому что не всегда этот КАМАЗ был. Ну, то есть, вы сейчас говорите, что слезы были потому, что, ах, вы могли заработать Х-10, а заработали всего Х-2. Ну, так себе слезы, крокодили, в общем, прямо скажем. Не, ну я же не говорил, что это слезы боли. То есть, слезы недостаточного счастья. Ну, да. То есть, недоперепили, скажем так. Недоперепили. Да. Окей. То есть, у аптек была простая проблема, что резко возросший спрос породил нагрузку даже не на сами аптеки, а на подвозящие мощности. Где-то аптеки не могли обеспечить в полной мере, наверное, необходимое количество лекарственных средств, потому что их просто не было на рынке. То есть, ну, аптека здесь, если мы говорим в зооптичную точку, она находилась в неком подчиненном колено-локтевом положении, что типа, ребят, у нас нет просто этого. Ну, нет у нас лекарств. Что мы сделаем? Ну, хочешь, пожалуйста, скажем, бинку возьмем. То есть, вот до такого могло доходить. А вот вы упомянули, что некоторые смогли, а некоторые нет. От чего это зависит? Что есть ли у аптеки сильные контракты или принадлежит ли эта аптека какому-то дистрибьютору? Вы знаете, вот здесь надо иметь прям глубинное разрешение в экспертный, я имею в виду, рынке, чтобы на это вопрос ответить. У меня такого разрешения нету, я просто констатирую факт. Что не все справятся. Хорошо, давайте на шаг выше по пищевой цепочке. Вот есть дистрибьютор, по идее ему, ну, иногда там кто-то делает за нас наши продажи, да, вот в 2020 году за них сделали огромный спрос в общем мировые события. Как они встретили этот дистрибьютор? Да спокойно, в общем-то, ну, где-то приходилось чуть больше работать, чуть глубже заключать контракты, чуть сильнее договариваться с производителями. Потому что дистрибьютор... Дипицита не было глобально, если говорить. В каких-то вещах было, в каких-то нет. В общем, в этом плане товаропроводящая цепочка была отлажена очень хорошо. То есть, производитель, не так, дистрибьютор это тот элемент, который предназначен для того, чтобы выдерживать большие нагрузки по поставке товаров, и когда эти нагрузка раза в два увеличилась, он просто на 5% сильнее напрягся. Я даже скажу немножко больше. Наверное, если вот так глобально на всю эту историю посмотреть, большое наличие хороших лекарственных средств в аптечных точках в момент пандемии, это заслуга ни хрена не аптечных точек бывает. Между прочим. Почему? Эта заслуга была конкретных дистрибьюторов, которые, ну, в общем-то, первые месяцы была достаточно жесткая рубка на эту тему. Типа, берите. Берите. Прежде всего, дистрибьютор выуживал эти истории из производителя, что было тоже непросто, достаточно. Потому что производитель мог просто не быть, там, дистрибьютор мог в очереди стоять какое-то время. О том, чтобы это оперативно быстро отгрузить большому количеству населения предоставить эти лекарственные средства. Там логистические мощности вообще чудовищные были задействованы. То есть, ну, в общем, работа для того, чтобы у населения были лекарственные средства, была подделана просто сумасшедшим. Но при этом это была довольно штатная работа, и все справились. Конечно. А там не справиться нельзя. Ну, опций нет такой. А наша с вами любимая айтишечка здесь помогала? Да, потому... Она стала узким местом? Что-то сломалось? Конечно, она узким местом стала, хотя на моменте, вы вспомните, все же на удаленку ушли. Не все были к этому готовы. Ну, это не особенность фармы, на удаленку ушла вся страна. Я попробую сейчас объяснить. Фарма меньше, чем остальные, была к этому готова с точки зрения, наверное, регламентного учета каких-то... Консервативности рабочих процессов. Да, да, да. Рабочих процессов, задач, отчеты о рабочих днях. То есть, вот эти вещи делались там, ну, в прыжке, на ходу, на лету. То есть, вот, ты подпрыгивал, тебе крикнули, ты приземлился, отдал решение. То есть, вот с такой скоростью там все происходило. Очень быстро. Это было тяжело, с точки зрения IT. А корневые IT-системы, которые есть у производителя, складские, все, что касается логистики, они не пострадали, потому что они были и в целом работали. Конечно. Это хорошая новость. То есть, даже такой, в общем, мало с чем сравнимый стресс, оно выдержало. Ну, а почему он не выдержит? Ну, честно говоря, для меня, я ожидал противоположных ответов. Что у аптек все было хорошо и чему там ломаться, она простая, как бетон, да, это магазин фактически. А дистрибьюторская сеть могла сломаться, потому что, ну, например, тупо не хватало бы людей для того, чтобы такое количество возросших заказов и бардака по дороге обрабатывать. Ну, естественно, там, я не могу сказать что-то, на 100% было отыграно там все там хорошо, замечательно. Были какие-то нюансы, но эти нюансы, они там не сглаживались опытом профессионализмом команды КПЛ. А как производители увидели пандемию? Что вы увидели у них в их многочисленных глазах? Счастье? Да, ну, счастье вряд ли. Скорее, ну, как у всех испуг, там же тоже люди. В общем-то, вопреки общему мнению, там, не рептилоиды, которые не болеют и наоборот стравливают население там. Люди, люди, которые очень переживали за ситуацию в стране, люди, которым было страшно, которые, ну, бились так же, как и все, с этой пакостью и заразой. Просто, на мой взгляд, очень несправедливо с точки зрения новостного ценза все произошло, когда все возносили, и, в общем-то, вполне заслуженно врачей, которые там бились с этой заразой напрямую. Была еще вторая часть этого мализонского балета, это была фарма, которая, в общем-то... Которую обвиняли, паблик обвинял в том, что они наживаются на проблеме. На самом деле, сдерживать цены всем было достаточно тяжело. Потому что они по объективным причинам могли расти? Конечно. А, кстати, сейчас в сторону вопрос. А система мониторинга цен в розничных точках, ну, помимо жизненно важных лекарств, какая-то внедрена в отрасли? Розничных цен, наверное, нет. Закупочных цен только внутри тебя, да. То есть, внутри вот аптечной точки, если ты сам хочешь мониторить, ты можешь себе такую историю запозить. Ну, и свою же розничную, потому что цена образования стоится от закупочных цен, как правило. То есть, ну... Ну, то есть, весь контроль цен тоже это ручная операция, которая, если это регулярная процедура, она должна быть тоже автоматизирована. Это... Ну, в этом нет, наверное, пока какой-то такой суперпотребности. Да и потом очень сложно регулировать историю, потому что маркетинг у каждого свой. У одной аптеки маркетинг есть, и он может вложить этот бонус в цену где-то там. Он... У него есть контакт, но он не вкладывает бонус в цену. У кого-то нет этого контакта. Вот ты получаешь три абсолютно разные цены на один и тот же препарат. Понял. Хорошо. Сгенерировали вакцину, вирус мутировал, ну и в какой-то момент, там, трудноопределимый, пандемия закончилась. Слава Богу. Вот мы со стороны, глядя на этот процесс, честно говоря, ждали, что будет следующее. Во-первых, люди получили очень сильный стресс. Я имею в виду в целом фарма, отрасль фарма, да? Она, отрасль поймет, что множество провисаний, самых разных. Деньги были заработаны. И вот сейчас, ну, как вот эта популярная, значит, фраза, что полководцы всегда готовятся к прошедшей войне, что вот эти полководцы от фармы, получив этот огромный стресс, ну, знаете, какой-то эффект. Все пошли в медвузы, да? Вот у меня было предположение, что все пойдут после этого в стремительную цифровизацию. Почему? Сейчас объясню. Вот с рынком доставки еды 10 лет назад такое было. Был момент, когда огромное количество компаний, наших клиентов, в том числе они стали нашими клиентами. Они все пошли заниматься доставкой. До сих пор эта волна еще не кончилась. Так. Может, мы не оттуда смотрим, но мы не увидели практически никакого изменения отношения к цифре, готовности инвестировать в нее после окончания пандемии. В процессе было не до того окей, а потом? Нахрена идти в цифру, если можно построить завод. Вот такой вопрос. А по деньгам, что самое смешное, но плюс-минус сопоставим будет. Ну, это вы нам очень льстите. Фармацевтический завод стоит миллиард рублей, а нормальную инвестицию в цифру миллиарда-то не стоит. Да ну что вы. Ну, давайте возьмем какого-нибудь большого дистрибьютора, допустим, с 15 филиалами. Давайте возьмем историю с тем, что ему нужно написать с нуля, допустим, ERP. Ну, хорошо, ERP-то, конечно, не стоит. Ну, там, миллионов 150-200 это стоит может совершенно точно. Вот, уже на порядок разница. Ну, и с нуля, может быть, не надо писать. Ну, слушайте, это все очень серьезные инвестиции. Я только одного сейчас... Тут в рублях я согласен в целом с калибром, который вы называете. Вопрос в другом. А почему выгоднее вложиться в новый завод, чем повысить маржинальность имеющегося бизнеса? Ну, вроде... Попродаю вам IT, Павел. Удивительный жанр. Степан продает Павлу IT. Какая вообще польза от автоматизации? Значит, первое и самое главное... Автоматизация — это оптимизация. Это снижение оперативных расходов на текущие процессы, снижение количества ошибок в этих процессах. Ну, это ложь. Снижение требований к персоналу, который вовлечен в эти процессы. Вообще ложь. Вот тут я... Поставьте, поставьте. Вы на больную базу не наступили. Но если у вас бардачные процессы, и вам надо 10 менеджеров, чтобы что-то разгребать, а потом... А при чем здесь бардачные процессы? Почему никто никогда из замечательных интеграторов не говорит другую потрясающую историю? Что, ребята, вы когда делаете автоматизацию, она будет там вот этой хуйней замечательной, все будет классно. Но должен быть б***ь человек, который ее будет поддерживать. Почему об этом-то никто не говорит? Что за б***ь? Нажал кнопку и все завелось только так, а вот он... Потому что... Отвечаю. Потому что до этого этот человек тоже был. Только он был б***ь. А это был человек с холестом, который ходил им в педал торговых. Да ну нет же. Рождается совершенно новый бизнес-процесс. Компания с появлением автоматизации какой-то. Автоматизацию нужно как-то контролировать как минимум. Я говорю даже не по техническую часть вопроса. Ну вот смотрите. Начинаем аптечной сетью рубиться с маркетплейсами. Начинаем делать интеграцию. Все здорово. У нас появляется прямая жесткая ответственность за состав номенклатурного спавочника. У нас, значит, не было такого человека. Не было? Постойте, поставите. Не было. Давайте изымим из этого маркетплейса. У вас нет ножек, нет мультиков. Нет маркетплейсов, нет проблем с ответственностью. Вы пошли туда продавать. Процесс автоматизированный. Давайте изымим автоматизацию. Будете ручками туда фиды грузить. Провокационный вопрос, наверное, вы меня навели. Если... Мои доводы неправильные. Про снижение, значит, числа ошибок, оптимизацию персонала, стабилизацию процессов. Неужели в фарме цифра не полезна? Или в какой-то момент становится неполезной? Ну, хорошо. Смотрите, давайте я приведу пример на другом немножко спектре системы. Сейчас поймете, о чем говорю. Есть класс систем LMS. Learning Management System. Прекрасно. Как продают эти системы ваши коллеги по рынку? Давайте я попродаю. Значит, LMS-система, во-первых, позволит собрать в одном месте всю базу знаний компании. Во-вторых, построить систему обучения персонала и снизить нагрузку на HR-отделки. В каждом пункте я могу объяснить почему. Кто это делать все будет? Нет. Смотрите, Павел. Кто создаст базу данных? Я прекрасно понимаю. Этот контент. Его поддержка. Я очень люблю критиковать внедренцев LMS ровно с этой же позиции. Если у нас нет базы знаний, то не надо продавать нам систему управления базой знаний. Давайте сначала накопим базу. Да. Но у вас-то ситуация другая. Какая? Давайте возьмем конкретный пример. Есть претензионная работа. Например. Так. Эта претензионная работа ведется бумажными файлами. Нет. Пересыланием экселек, поиска ошибок, разбора каждой претензии, ответ письмом на деревню дедушки, а потом внедряется система и количество людей занятых в претензионном процессе сокращается в 7 раз. Разве нет? Нет. Вы говорили о том, что было и то, что стало. Да, прошу прощения. Вы говорите о том, что сейчас. Нет, я просто говорю о том, что это реальный кейс, когда цифра в фарме внезапно была выгодна. Да, безусловно. Конечно, появились люди, у которых теперь ежедневный геморрой по разбору и обучению этих более интеллектуальных пользователей. Но их стало меньше. Я не говорю про то, что цифра в фарме это зло. Я говорю про то, что надо называть вещи своими именами. Мы, если говорим автоматизация, мы должны под эту автоматизацию конечному потребителю в голову сказать. Не то, что у тебя будет кнопочка сделать за**, нажимаешь и за**, а вот и ничего не получается. Нет. За этой кнопкой стоит еще тоже какой-то бизнес-процесский человек. Который называется сначала построить процесс, а потом его оптимизировать. Да. Я понял, в чем вы видите. То есть, общая мысль. Вы говорите, что процессы в этой отрасли настолько, воспользуясь словом, не отстроенные или просто очень разные, что попытка их лобовой автоматизации приводит к появлению плохого продукта. С точки зрения бизнеса он получает, ну как это, классическая цитата, автоматизированный бардак. Вот так? Я приведу вам хороший пример. На моменте, у меня же есть еще там, вот в работе в IT-интеграторе блок аналитических систем. И могу привести вам простую, ну наверное, такую эмоциональную статистику назовем это так. Давайте. Значит, человек, который очень классно знает базы данных, там потрясающе разбирается в Excel, может там вообще-то чудовище создать, там на МДХ, на ДАКСе, никогда не сравнится с человеком, у которого такие же знания плюс фарм образования. Никогда, по эффективности. Потому что процессы настолько неочевидные, настолько многоповторные, многошаговые, что человек, который не знает эту отрасль, вряд ли может туда войти. Ну вот с двух ног туда не ворваться точно совершенно. То есть, та самая цифра будет работать, если к ней добавить, как это не смешно, фармы, в том плане, что компетенция по фарме должна быть для того, чтобы это все делать. Да, безусловно. Без компетенции там нет вообще. Вопрос универсальный между отраслями. По поводу, можно ли зайца научить курить. А что проще, чтобы люди, владеющие Excel и Power BI, подразобрались в том, как работает фармацевтическая отрасль? Мы с вами знаем такие опыты. Да. Когда программисты понемногу разбираются в том, как работает фармацевтическая отрасль. А у тебя выхода нет, иначе ты не захочешь задачу. Или наоборот. Или стоит ждать появления специализированных медицинских интеграторов, которые… Это, конечно, мечта, но такого не будет никогда. Рынок к этому не готов. Еще раз, невидимая рака рынка. Если бы были на то деньги и спрос, такие бы компании начали возникать. Я скажу вам по-другому. На удивление, в последней миле в рознице, ну сейчас, просто по статистике в стране у нас всего два вуза, которые готовят фармацевтов. Их два. Один из них в городе Волгограде, в котором я живу. Второй в Петрозаводске. Все. Серьезно? Да. Как бы кончилось. Боль в том, что фармацевтов нет на рынке. Понимаете? Я в каждой аптеке вижу фармацевтов. Провизор или фармацевт. Боль в том, что я знаю компании, у которых открыто по 40-50 вакансий. У них реально, может быть, в регионе кадровый голод, у них там не хватает по штату 28 единиц. Ну просто нет людей. И тогда еще одно узкое место этого рынка в плане автоматизации, что для того, чтобы это хорошо делать, нужно еще и понимать рынок. Итого три узких места. Недостаточно денег, извините, Павел, суммирую. Недостаточно в целом денег, несмотря на то, что рынок большой. Малое количество игроков с уникальными процессами. И третье. Писать этот софт сильно сложнее, чем условно складской, универсальный, потому что специфика структуры данных. Но со вторым пунктом не очень согласен, наверное, по поводу того, что малых игроков. Игроков много, просто вы поймите, фарма – это очень закрытая трусовка. Очень закрытая. Она закрытая даже внутри себя. То есть я по опыту могу сравнить, наверное, только с Етревелом. Предположим, какая-то классная конференция. Вау, ты пришел, там Етревел, ты обменялся мнениями, все здорово классно. На фарме нет такого. Там каждый, сука, сам за себя. В этом вся боль. Тебе некому подойти спросить, ты не можешь пойти почитать. Нету информации, ребята. Есть же тусовки, премии. Яндекс фарма-дэй, где собрались оху**ые пацаны. О чём два часа их зашлись? Вот это оху**. Хотя бы? Да нет, это говно полное. Есть какие-то специфические тусовки, они для бизнеса, возможно, есть. Я не говорю сейчас то, что их нет в бизнесе. Да, есть такие классные тусовки, фармацевтические форумы с поддержкой государства. Я про бизнес, конечно. Да, 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 вообще нет вопросов. Но для IT, где вот такие же фармацевтические айтишники могли друг с другом потусоваться и поговорить, ну, о чём-то, этого нету. Вообще этого нету. Когда-то один из больших дистрибьюторов пытался сделать, ну, типа, хакатон такой. Я не знаю, к сожалению, получилось у него или не получилось, но посыл был серьёзный. Это один из лидеров рынка так пытался поступить. Вышло, не вышло, не знаю, но… Ну, по-прежнему, ещё раз, тогда мы наблюдаем перед собой загадку, что… Что загадка? Я вижу эту загадку. Объективно богатый рынок, объективно недоавтоматизированный, никак не дождётся… Продукт мы не можем себе представить на этом рынке, он недостаточно массовый. Бенно. Но, опять же, по какую часть бизнеса мы говорим? Для производителя – точно нет, для дистрибьютора – точно нет, для аптечной сети – точно да. Как мы обсудили, это самый низкодоходный, но и самый массовый сегмент, и там в целом всё работает. Нет, это не самый низкодоходный. Стоп, секундочку, давайте ещё раз. У нас в цепочке товар-движения есть три участника – производитель, дистрибьютор, аптека. Производителя меньше всего… У дистрибьютора меньше всего денег? У дистрибьютора, да. Окей. Ну, ещё раз. То есть, вендоры только маленький кусок могут охватить, потому что они тиражные процессы. Вы не видите на этом рынке отраслевого интегратора. Ну, условно. Интерволга с завтрашнего дня вся получает фармацевтическое образование. Тратит семь лет. Ну, а почему? В Волгограде находимся. Я под светом посмотрел. Да. Значит, мы получаем фармацевтическое образование, становимся топовым интегратором и начинаем интегрировать всё внутри. Почему нет? Да. Я не вижу причин. План банан. Нет. План капкан готов, пожалуйста. Хорошо. Давайте вернёмся к вопросу, от которого мы немножко отползли. Я рассказал, как я видел выход фармрынка из пандемии. Для меня это. С деньгами, с осознанием проблем и с энтузиазмом. Вот сразу видно. Вы говорите, нафиг надо, давайте строить завод. Системный подход человека. Ну, я стараюсь. Да. Режьте правду, Марк. Понимаете, мир чуть более сложен, оказался, к сожалению, большому, чем системный подход. Ну, потому что выявились какие-то другие моменты. Выявились недостатки складских каких-то мощностей небольших. Выявилось то, что линии конвейерные надо оптимизировать, улучшать. Это тоже IT, но немножко по-другому. Это более железная IT. Здесь история про то, что из архаизма фарма пока что больше инвестиций вкладывались, наверное, в что-то физическое, чем в что-то цифровое. К цифре бизнес подходит плотно сейчас. То есть, прям подходит, подходит осознанно, подходит серьезно уже. Не с таким подходом, как раньше, что, ну, у всех есть, нам тоже надо. А уже вот с конкретными задачами, с конкретными там, с понятными измеримыми результатами, которые он ожидает. То есть, есть сейчас вот так, мы сделаем там несколько шагов, несколько итераций, должно быть вот так, вот так, вот так. То есть, ну, это уже немножко другой уровень. Фарма очень быстро взрослеет. То есть, несмотря на то, что это очень старый, очень закрытый клуб, он сейчас омолаживается. Вот именно с этой точки зрения он больше начинает понимать каких-то современных тенденций. Это классно, это интересно. Ну, еще раз, вот сейчас сказали очень интересную мысль, что да, деньги есть, мозги есть, осознание проблем есть, но IT, и особенно, назовем это легкая IT, да, софтовая IT, не оказалась на той вот точке прогресса, не оказалась узким местом, которое все кинулись расшивать. Да, в общем-то, да, ну, смотрите, здесь, оно, мы просто получили, пандемия просто дала увеличенную нагрузку, все. Ну, вот, как бы, если так на это смотреть. Вообще, это очень благотворно, обычно влияет на любую систему. Она получила страст-тесты, она после этого понимает, на что она способна, на что нет. Верно, все так и есть. Кто-то занимается переходом на другой класс систем, кто-то занимается оптимизацией своих систем. То есть, ну, нет революции. Понял, понял. Ну, то есть, это такое небольшое ускорение, как и в других отраслях, произошло ускорение некоторых процессов. И, удивительно, но в фарме не настолько большое, как со стороны кажется. Хорошо, хорошо. А следующее событие последних пяти лет санкций, которые вынуждены отказаться от определенного количества софта и начать пользоваться неким другим софтом. Национализированным, так называемым. Национализированным софтом, да. Нет, мне очень нравится это выражение. Я его на одной конференции увидел. Люди говорят, импортозамещенный. А, да. Да, да, да. Значит, хочу понять. Мне кажется, это очень зависит от отрасли. Люди на этот вопрос дают разные ответы. Вот, крайне интересен ваш. Во-первых, было ли это ударом? В каких-то областях, да, конечно, было. А в каких? Ну, допустим, когда было сказано, что обновление офиса, вот этого вот, всего, ребята, всего хорошего. Ну, так ударило абсолютно по всем. Люди решили это либо переходом на альтернативные продукты, либо импортозамещением. Есть нюансы, но, допустим, ты не всегда можешь перейти на альтернативные продукты. Потому что у тебя, может быть, ну, давайте возьмем как-то для примера. Есть такая вещь, Allab-кубы. Allab-кубы это лучше. Вы говорите, что Power BI и в Excel это все строили? Да. Это очень майкрософтовская технология, прямо очень и очень. И когда тебе Майкрософт говорит, что нет, все, у тебя больше не будет радости, ты начинаешь грустить. А офис с 16-го года разлива не позволяет вам заниматься? Позволяет, конечно, просто там не все вещи можно делать, которые до глубины аналитики. Удар, не удар, а ударчик такой. Ну, пощечина. Пощечина. Просто эту же пощечину получила, можно сказать, вся страна, и здесь вы ни в чем не в особенном положении. Причем пощечина по жопке такая, шлипочек. У кого где щеки, туда и пощечина. Да, да, да. Все-таки, а где удар? То есть, что для меня было бы ударом? Есть некий критичный, как я воспринимаю удар, есть некий критичный бизнес-процесс. Продажи, отгрузки, учет, возможно производство, если оно тоже покрыто каким-то софтом. При отключении софта или при угрозе отключения процесс будет парализован. Вот такого калибра риски вообще типичны для фарминдустрии. Ну, если Microsoft только неожиданно сейчас дернет рубильник и скажешь, пацаны, а теперь с виндой всего хорошего, то, наверное, будет грустно. То есть, если, грубо говоря, превратить все компьютеры в кирпичи. То есть, тоже пока нет, я все хотел бы, я на какой ответ надеялся, что существует некий корневой софт, CRM, например, Dynamics, Accept, или Salesforce, или TerraSoft. Любой софт, на котором очень прочно сидят игроки фарм-рынка, корневой софт, я не говорю про доступные рабочие места. Он либо самописный, либо он сильно отечественный. Ну, прям отечественней некуда. Вот здесь... Либо китайский, кстати, как альтернатива. Такое тоже встречается. Шок-контент. У вас есть китайский софт? Для определенных задачек, да. Есть. Я чувствую, это от-зе-рекорд, надо будет обсудить, что там такое китайское. Да, Find BI, господи. Аналитика, это не так глубинно, как вы думали. Да, я думал, что может что-то очень специфическое. Нет, нет. Рога морала, что-нибудь такое. Нет. Хорошо. Тут понятно. То есть, в силу измерить температуру забортной воды нельзя ввиду отсутствия таковой. То есть, нанести удар по крупному корпоративному иностранному софту не удалось ввиду отсутствия крупного корпоративного иностранного софта. У кого-то, я знаю, что на рынке кто-то пытался, очень сильно вкладывал средства, переходил на САП. И вот уже на финише им пошали руческие пацаны. Привет. Всего хорошего. И ушли. Мне рассказали прекрасную байку, что некоторые компании, значит, сначала платили X рублей за то, чтобы с Одинесса перейти на САП. А потом через 10 лет эти же заказчики и этому же интегратору заказывают обратный переход и еще и пытаются в 4 раза меньше заплатить. Да, есть такая история. Да. Но в целом не так сильно это ударило. Слушайте, вы вообще в домике. Смотрите, мобилизация не про вас, значит, удаленка не про вас, сильного корпоративного удара по софту вы не получили, я имею в виду отрасль. И еще и огромный буст в продажах. То есть, выглядит так, что главные бенефициары событий последних 5 лет это именно фарма. Ну, я же говорю, фарма – это рептилоиды. Здесь заговоры, здесь ящеры, все нормально, все хорошо. Да, слушайте, ну, на самом деле нет, если вкапываются какие-то мелочи, ну, смотрите, мы лишились возможности приобретения каких-то хитрых драйверов для баз данных, чтобы все это там красиво работало в кубах, допустим. Ну, просто нет такой опции. То есть, это не убивает процесс, не убивает, но лишает каких-то кайфов и оптимизаций. Ну, потому что только вот эти, сука, ублюдочные дрова, только они вот работают по-человечески, а их нету, ну, и все, и ты будешь страдать теперь. 17 пакетов будешь делать. Фу**а. Хорошо. Хорошо. В целом, влияние государства, с которого мы начали, давайте вернемся к государству. То есть, вы сказали, что вот хорошо было бы, чтобы был единый реестр PIM, да, с лекарственными средствами, которые можно было бы едино каталогизировать и отслеживать. Окей. Здесь важно не только вопрос каталога и отслеживания, здесь важно, чтобы это было регламентно. Для связки я задам вопрос. Почему, если приличные производители софта адаптируют его под требования законодательства, а у вас в вашем мире вдруг оказывается, что это не так? Ну, потому что местечковый софт и местечковые вендоры просто не в состоянии обеспечивать тот уровень качества, который необходим. Они не были готовы к такой истории с рынком, никогда такого не было. Посмотрите, ну, любой государственный регулируемый рынок постоянно встречает новые формы отчетности и изменения в документах. Это не так. А что пролетело в местечковый софт? Ну, смотрите, местечковый софт не справился своевременно с маркировкой. Раз. Местечковый софт не справился своевременно, когда была история, когда надо было внедрять новые протоколы для кассовых аппаратов, где вот этот вот тег появился новый для отчетности, не успели. Местечковый софт не успел справиться с... Да он ни хрена ни с чем не успевает справиться, на самом деле. Если мы говорим за какие-то формы, это, как правило, тебе дается квартал. Тебе говорится, что, чувак, в следующем квартале вот эта форма поменяется вот так. Вот так. Поменяй ее. Это достаточно статичная история, она достаточно простая. Плюс ты всегда можешь подсмотреть это где-то в 1С, прям ту же форму, прям саму физическую. С маркировкой так не работает, с другими вещами так не работает. И поэтому вот это большое количество небольшого софта, который пилится командами с хорошим пониманием фармы, как правило, они не всегда успевают вот именно за реализацией законных вот этих историй. То есть вот здесь проседает их недостаточное качество разработки, что они не могут быстро адаптировать под новые условия. Либо другой кейс, более неприятный. Либо, если они успевают сделать быстро, они успевают это сделать косяком. И вот на правку косяка у них уходит много времени, потому что местечковый софт, это, как правило, маленькие команды. Маленькие. И там встречается вот это вот классическое зло, когда ребята, которые занимаются основной разработкой, они же и саппорт. Ну, распространеннейшее зло, прямо скажем. Да. И ничего хорошего из этого не выходит. Никогда. Ну, то есть они же и разработчики продукта, они же и внедренцы, они же и саппорт. Они же и тестировщики, там все в одном. И при этом эта ситуация, она типична... Итак, фарм-бизнес вынужден подобным местечковым, как вы выражаете, софтом, пользоваться в большом количестве. Почему? Да не обязаны. Нет, фактически пользуются. Потому что он дешевый. Потому что он дешевый, потому что на него дешевая лицензия, потому что на него дешевые модули в этой системе, на него дешевые обновления, но они не сопоставимы с N1S, безусловно. То есть при выборе, когда открывается... Ну, давайте предположим, что открывается некая новая аптека, как правило, она открывается человеком, имеющим фарм-образование и фарм-опыт какой-то. То есть это может быть бывшая заведующая какая-то, я не знаю, или там человек, который просто в контуре этой истории всей. Он имеет некое свое понимание о добре и зле. И исходя из этого понимания, он начинает подключать какой-то софт. Я, к сожалению, не могу называть в открытое название этих программных обеспечений. Ну, не будем, да. Давайте в целом про ландшафт. Да, но ландшафт оставляет желать, ну, наверное, лучшего. Вот на рынке решений от 1S адекватных есть всего два. И это не от больших вендоров, типа там Первобита, или Рарус, или еще кого-то. Это достаточно такие специализированные, узконапавленные ребята, которые занимаются 1S плюс фармы. Вот они вот там живут. И они есть. То есть мы только говорили о том, что есть ли специализированные интеграторы. Да. И вы говорите, что они есть, но даже еще более специализированные ниши. 1S плюс фармы. И они выезжают как раз на самом массовом сегменте на аптеках. Да. Очень интересно. Давайте вернемся к теме госрегулирования, с которой мы сейчас начали. Ну, у них, кстати, есть минусы огромные. И у одного, и у другого. Никто из этих ребят не понимает, что такое онлайн. Не понимает, что такое e-com. Это очень большой минус, потому что все стремятся. Это, кстати, огромная, наверное, история для аптек. Не нужно маленькой аптечной сетке делать свой сайт. Вот я тут сейчас против вас буду топить, наверное. А 150-200 это маленькая сетка? Относительно небольшая. Ну, это сеть, которая, наверное, может себе позволить. Это не обязательно. Ну, типа, это, как правило, хорошего тона. Ну, при этом они держат регион. Это как в нашем мире, это региональные сети. Ну, как бы от наличия или отсутствия сайта принципиально ничего не поменяется. Это правда. Они говорят, что единицами процентов измеряется выручка с онлайна. Да. Но она при этом у них бодренько растет. Со своего онлайна. Со своего онлайна. Это важно. Потому что в рамках разработки того же программного обеспечения было бы классно, если бы наконец разработчики прекратили думать жопами и подумали головой. И подготовили историю для интеграции. Интеграции с уже существующими площадками. Это Ютека, Мегатека, Сбир, Яндекс. Вот это вот вся история. Вы говорите о разработчиках как раз таки складского, торгового и прочего. Да. Который оттуда, не онлайнов. Да. Слушайте, ну вообще то, что вы сейчас сказали, звучит как некий приговор онлайну. То есть я задаю себе вопрос, почему на здоровый, хороший сайт аптеки, аптечной сети, ни одной аптеки, конечно, со всеми остановками аптечная сеть не может потратить 10 миллионов рублей, которые у нее есть. Зачем? Вы говорите, что этого в принципе не надо делать? Абсолютно не надо делать. Потому что в большинстве своем у аптечной сети, даже там 150-200 точек, просто может не находиться человек, который отвечал бы там в принципе за E-ком, за ценообразование в E-коме в принципе, за историю с справочной информацией, за историю с продвижением сайта и маркетингом. То есть они все собирают из готовых блоков, не требующих наличия внутренней компетенции. Это возможно при таком масштабе бизнеса. Мы говорим сейчас о ком? Об аптечной сети, у которой 200 точек и у нее все еще нет Павла Шабриза. Смотрите, у них может не быть, я могу по-другому объяснить, у них есть, но это не нужно. То есть зачастую сайт поступает тупо как шина данных. Ну это плохое применение для сайта в качестве шины данных. Вообще отвратительно, если честно. Я просто говорю про то, что аптечные сети, я не знаю, которые не доросли до уровня федерального, им сайт не нужен вообще. А что им нужно? Им нужен механизм интеграции к специализированным и к общим маркетплейсам. Вот что им нужно. У них должен оставаться чистый кайф-продаж. То есть если бы существовала их собственная PIM-система или их собственная складская нормальная система, в которой бы была вся необходимая информация для выгрузки в маркетплейсы, общая и специальная, то проблем бы не было. Да даже не так. Если бы у них был исчерпывающий справочник, в котором сразу возможна перекодировка со справочниками маркетплейсов, со справочниками дистрибьюторов, со справочниками, я не знаю, закупочных программ, потому что это отдельная часть истории немножко. И плюс ко всему был бы механизм простого выхода на площадке UTECH, мегатеха и так далее и тому подобное. Жизнь была бы намного проще. Прям кратно. Давайте глупые вопросы продолжу задавать. А почему нет такого механизма? Потому что FEMO пока только идет в онлайн. Пока что они к этому не готовы. Давайте в прямом эфире придумаем стартап. То есть продукт, о котором вы говорите, он не выглядит невероятно сложным с точки зрения логики, он выглядит очень сложным на уровне внедрения. Значит, мы с вами приходим в какую-то прекрасную небольшую аптечную сеть, не знаю, на Дальнем Востоке, и говорим, друзья, вам оказывается не нужен сайт, вы будете делать 15-20-30 процентов выручки через маркетплейсы. Это выручка большая, там, скажем, 30 миллионов рублей в квартал, то и больше. И мы вам за меньшие деньги однократно внедрим такую систему. Работает? Да, вполне. Более того, эту историю необходимо, опять же, тут коварство. Если мы говорим, что это история двухсоставная, то есть справочник плюс история с интеграциями. Вот со справочником более-менее понятно, это тиражный софт плюс внедрение. А интеграция, это же боль болючая. Да почему боль болючая? А потому что они у всех разные будут. И что, набор API-площадок, он годами не меняется? Нет, я имею в виду, нет, во-первых, API у маркетплейсов шустрым образом меняется, у общих, но неважно, это решаемая проблема. Я про другое. Ведь мы эту штуку должны будем внедрить внутрь аптечной сети, интегрировать со всем, что у них есть до этого. А там, как в любом старом запущенном бизнесе, консткамера и зоопарк. Да. Вот здесь ломается. Я хочу понять, где это ломается. Ведь это явно, где это ломается. Это ломается на уровне, но прежде всего на уровне человека, который должен это поддерживать, потому что такой человек совершенно точно нужен, и он должен обладать и компетенцией внутри фарма, и компетенцией внутри IT. Это такой универсальный боец. Это должен быть инсайдер? Это должен быть сотрудник этой оптичной сети? Или это может быть аутсорсер? Это может быть аутсорс совершенно спокойно. Вот вам стартап, кстати. Еще один. Итог. Стартап придуман, да. Сдаем в аренду провизоров с программистами. Надо формировать семейную пару. Девушка-провизор, молодой человек-программист, равно бизнес-юнит по поддержке небольшой интернет-аптеки. Это же было на уровне законодательства, когда хотели обязать курьеров, которые доставляют лекарственные средства, чтобы у них было медообразование. Это же вот из этой истории как раз. Я не знал. И чем кончилось? Думаю. Скажем, что, ребята, хуй. Колпак вообще сдуло, что ли, окончательно. Говорит, ну нет, конечно. Но это реально обсуждалось серьезно. Красивше всех из этой истории вышел, я не буду называть название маркетплейса, но расскажу, как он вышел из этой истории очень красиво. Потрясающе просто. Когда вот только-только зарождалась доставка онлайн-лекарств, они к выданному заказу распечатали такую историю, где ты в рамках публичной оферты, то есть покупатель, ставил галочку, говорил, я доверяю вот этому там Мухамеджону, Достомиджону, Амаджонову доставить мне лекарственные средства. Но это шедеврально необычная ситуация. А в чем проблема, если законодательно было? А законодательно было нельзя доставлять лекарства. То есть можно было только в рамках доверенности, и ты эту доверенность, по сути, подписывал. А, сам от себя? Да. Причем ты подписывал в момент получения лекарства? Но эта схема немножко на грани фола, конечно. Но она не нарушает закон, тем не менее. Но это очень близко к схеме с арендой бутылки водки. Ну, да, да, да. Давайте поясним. Долгое время, когда до сих пор доставка алкоголя в России запрещена, некоторые магазины, причем довольно большие, прямо на сайте имели форму, что можно арендовать бутылку водки на ночь за стоимость бутылки водки. Под залог, собственно, 100 рублей. Ну, или там 140 в тот момент. И это какое-то время работало. Естественно, что очень быстро соответствующие органы напряглись, схему прикрылась, а вот с доверенностью курьером тоже прикрылась. Да. А как вы в целом оцениваете вот эти продолжающиеся эксперименты по доставке сначала без рецептурных, а теперь и рецептурных препаратов? Очень положительно. То есть мне кажется, что за этим будущее я более того уверен, что, в общем-то, такое избыточное количество аптечных точек на самом состоянии, оно излишне, оно так много аптек не нужно. Да, мы знаем картинки, когда в одном свежепостроенном жилом доме на первом этаже шесть аптек с одинаковым ассортиментом, интегрированных с одним и тем же маркетплейсом. Да, это немножко перебор, поэтому если будет разрешена прямая доставка курьером лекарственного средства вот мне в руки, как потребителю, с точки зрения потребления, я не говорю там сейчас по законодательному или еще какую-то историю, это, наверное, классно. А это переформатирует ваш рынок, рынок фарм? Ну, в чем-то да. Огромное количество аптек перестанут быть нужны, превратятся в ПВЗ с курьерами. Ну, либо появится большое количество дарксторов, как вариант. Ну, это некое перерождение, как бабочка из куколки, да? Да, да, да. Появится большое количество дарксторов, то есть, ну, по сути, аптек, куда ты зайти напрямую не можешь, но туда могут зайти курьеры, набрать себе сумку всего-всего-всего и уехать это удовольствие доставлять. Можно очень глупый вопрос, а почему это до сих пор не разрешено? Это не запрещено, давайте так начнем. Это очень тяжелый рынок в плане, насколько я знаю, были такие эксперименты, по-моему, в Кусвилла, с кем-то совмещенные, кажется, с планетой здоровья, хотя могу путать, и там еще одна сетка была интересная. Да, но этот эксперимент какое-то время работал, и в нем не было ничего плохого. Ну, и с экономической точки зрения ничего хорошего, наверное, тоже пока не получилось. Все-таки почему? Ведь если прямая доставка может быть выгодна и конечному потребителю, и товаропроводящей сети, и всем-всем-всем, кроме арендодателей аптек. Потому что аптечная точка и, ну, наверное, аптечный бизнес не в состоянии так правильно и грамотно заниматься учетом товарно-материальных средств, как это делает дистрибьютор. То есть, у них не так прокачана история со складским хранением. Если Dark Story должны открываться, то они должны открываться только под гиды дистрибьютора, только под его… Это законодательно так или вы содержательно имеете в виду? Нет, я имею в виду содержательно. Ну, так было бы правильно. То есть, в аптечной сети, прямо скажем, не хватит компетенции для того, чтобы развернуть такую историю. Не, ну, почему? Вопрос денег. Таких специалистов можно нанять, безусловно. Но, если мы поставим на одну чашу весов опыт хранения и, ну, там, передачи лекарственных средств аптеки, а с другой стороны поставим тот же опыт дистрибьютор, ну, дистрибьютор, безусловно, перевесит тяжестью и, там, глубиной своего эксперимента. А почему государство так постепенно отпускает эту историю? Ну, слушайте, такую историю быстро отпускать нельзя, иначе хаос будет. Будет анархия. В каком месте будет плохо? Во всех. Послушайте, ну, вот мы знаем много примеров, когда в других странах некоторые вещи вообще не регулируются. Я расскажу. меня поразил, я искал тут себе английский контент, который можно смотреть на ютубе, что было, ну, интересно. Ну, я начал с совершенно безобидных там ютуб тедовских видео, и, ну, когда я попал, ютуб понял, что я ищу английский контент, в какой-то момент они меня начали подсовывать. Я очень боюсь таких историй, потому что… Они интересно заканчиваются, да? Ты можешь заканчиваться разбором речи Гитлера на английском? Ты думаешь, как я с ней сказался? Все гораздо хуже и проще. Уже на второй день этого моего, значит, увлечения я оказался подписанным на несколько каналов американских хирургов, которые снимают операции… То есть это выглядит так. Здравствуйте, это Джон, у Джона вот там, я не знаю, липома, да? Она большая, надо удалить. Давайте займемся этим. И, Джон, как ты себя чувствуешь? Айм, окей. И он, значит, в прямом эфире, значит, все это делает, ничего там не заблюривается, все персональные данные, имя, фамилия, внешний вид пациента. Почему так? Да, и огромное количество просмотров, разумеется. И не только от людей, изучающих английский язык, а еще, возможно, от хирургов. Почему? Будний директор IT-интернатора. Да-да-да, известно, на что Степан тратит свое время. Я что хотел рассказать, что, похоже, в этих странах, ну, скорее всего, это США, судя по географии, не регулируется этот вопрос. Ну, в России я себе такого контента не могу даже представить, что бы появилось на Ютубе без заблюривания, без… Нет, там вначале есть legal disclaimer, но не более того. Вопрос. То есть я не посягаю на государственные устои сейчас, не посягаю. Я хочу понять, ради чего практически государство блокирует доставку лекарств? Доставку алкоголя, чтобы не спились, а доставку лекарств? Ну, слушайте, самолечение можно сделать себе очень… Посмотрите, ну а разве сейчас это не так работает? Ты заходишь в аптеку и прекрасно себе покупаешь все для самолечения. У тебя есть в любом случае опция консультанта, поконсультироваться с фомоцертом. Хотя бы о действии лекарственного средства. А, это как бы кусок регулированного… То есть, еще раз, в аптеке работает провизор, в том числе для того, чтобы меня как клиента проконсультировать. Да, интересные ответы. Соответственно… Стоп. Не оказать медицинскую консультацию по вопросу заболевания его симптоматики, а только по вопросу препарата его действия. Это разные вещи, их не надо купить. Пока государство не разрешает изъять провизора из этой цепочки для рецептурных препаратов. А вот эксперимент, который пару лет назад стартовал Москва под Москвой… Цифровой рецепт – это когда мне врач назначает конкретный рецепт, он у меня в цифровом виде. Доставка рецептурных препаратов, я имею в виду. Да, да, да. В рамках этого рецепта я могу заказать себе доставку рецептурного препарата, безусловно. Это история с обратным выбытием, это история также с QR-кодом. То есть, когда мне это лекарство отдают, сканируется QR-кодик, по которому помечается, что вот такая-то организация мне доставила… Я являюсь пациентом, вот пациенту номер такому-то, достали вот такое лекс-тестер. И консультация уже была проведена? Да, конечно. То есть, это хорошая история. Конечно, мне же было назначение уже этого лекс-тестера. Мне же его уже назначили. То есть, здесь давайте найдем точку. Вы считаете, что будет полезно, если вот этот эксперимент будет распространен на всю страну, IT к этому готова, аптеки готовы, люди готовы? IT не готовы никогда. Люди готовы соу-соу, аптеки готовы… Да тоже нельзя сказать, что они к этому готовы. Простите за глупый вопрос, я не изучал. А как вот в том же Белгороде, Москве и Подмосковье фактически доставляются сейчас эти рецептурные препараты, если IT не готовы? Нет, смотрите, не так. Я имею в виду IT с точки зрения людей в IT. Я ни в коем случае не в инфраструктуру. Инфраструктуру с точки зрения всевозможных МИСов, это медицинские информационные системы. В Москве это конкретно ЕМИАС, по-моему, называется. Это все готово. Это работает уже не первый год. Туда огромное количество сетей уже интегрировано. То есть ты можешь получить назначение от врача, ты можешь получить QR-кодик в приложении специально. И доставка будет осуществлена в рамках этого же приложения? Да, безусловно. Не приложение, а когда тебе будут отдавать это лекарство, этот QR-кодик будет засканирован. Если у тебя этого QR-кодика нет, значит у тебя нет рецептурного бланка, по большому счету. Мы же должны помнить, что у нас есть два вида рецептов. У нас есть две формы рецептурные. Вторая, по-моему, 107-ая. Первая это общая рецептура, вторая это строгая рецептура. То есть это когда у меня бланк изымают. И за этот изъятый бланк отчитываются. То есть вот такое возможно только в аптеке. Вот такие препараты, это наркотичка, это ядовитые вещества, это ПКУшки, вот это вот все. Это то, что должно действительно выдаваться в аптеке. То есть это то, что у них хранится там под сейфовой дверью, ну там в закрытом помещении. Ну это действительно такая сложная достаточно тема. Вот это доставлять не нужно. А все остальное должно пора? Все остальное, да. Слушайте, ну от того, что я заказал себе азитомицин, ну хуже будет только мне и моему кишечнику, как правило. Если я не догадался еще какую-то пробиотику какую-то купить. Ну а наша замечательная система товарных рекомендаций, конечно, вам, когда вы будете заказывать любой антибиотик, еще и пробиотики. Все верно. Обязательно выпиши, да. Так это работает. Ну и то го. То есть вы в целом за отпускание здесь регуляторных функций почти везде. Я за удобство. Я за то, чтобы, ну понимаете какая штука, здесь все строится на осознанности. Если ты осознанно подходишь к выбору, к приобретению лекарственного средства в моменте, ну наверное это здорово, потому что в основном у нас лоялисты брендов. То есть ты приходишь в аптечный пункт, в аптечную точку, там либо вот мужик со списком, это то, с чего мы с вами начали диалог, либо ты знаешь, что я вот это принимал тогда-то, оно работает. И ты не рассматриваешь альтернативы. Ты приходишь такой, так, у меня что-то сопли, возьму-ка я вот ингавирин 90. Я знаю, что оно работает. Или там, у меня болит голова, возьму анальгин. Ты не допускаешь вариаций никаких. И если фармацевт в этот момент тебя не с тобой возьмет, скажет, дружок, посмотри какие есть еще интересные штучки. Они как раз дороже в 5 раз. Не всегда, кстати говоря. Мы это тоже обсуждали. То есть в целом, я сейчас слушаю вас и понимаю, что, наверное, фармсеть, аптечная сеть ждала бы от провизора вообще-то умения продавать и больше про активности. Конечно. А фактически он все-таки работает консультантом, которого ну максимум немножко домотивировали премиями за продажу определенных препаратов. То есть это не про продажи, это скорее про ответ на, как вы сказали, эмоциональную покупку. Да. Да. Удивительно. То есть это тоже точка роста фармацевтической отрасли в целом, если она начнет продавать так же, как продает ритейл. Ведь пока она так не делает. Нет. Только она не сможет так делать. Почему? Стас. Вы исключаете из уравнения этот фактор важный. Это стрессовая покупка. Сейчас будем циничными пройдохами, но когда человек в состоянии стресса, как раз в этот момент ему и можно продать все что угодно. Если я в стрессе, я знаю, что я заболеваю, понимаю, что у меня экзамен на носу, мне болеть нельзя вообще, сука, ну никак. Вы купите все что угодно. Нет, я совершенно точно не буду рисковать. Я знаю, что у меня вот это работало тогда, оно работает и сейчас. А вы точно не переоцениваете компетентность людей в части фармацевтических препаратов? Слушайте, у нас вообще есть огромная бага в головах у сограждан, у нас полное отсутствие фармацевтической и финансовой грамотности у населения. То есть люди помнят, что когда-то очень давно они пили что-то такое и будут пить его и дальше. Удивительный мир. Хотя существует, допустим, я приведу там другой пример. Есть антибиотики, которые так называемого специального аспекта действия. То есть есть общего, как ядерную бомбу в организм кинул, и он все выкашивает. Хорошее, плохое, потом разберемся. Как ОМОН. Все морды в пол, потом разберемся. А есть более, скажем так… Избирательные. Да, узконаправленные истории. Вот по узконаправленным очень малое количество людей знает. Ну, потому что для этого надо читать соответствующие первоисточники и знать, какой боляки, какие современные антибиотики. Здесь очень… Ну, слава богу, антибиотики запретили продавать в прямую населению. То есть ты можешь прийти… А давно запретили? Года два, а уже три… Ой, нет. Да, три-пять лет что-то такое. А вот спрошу, а вот ваш личный опыт, вам продают антибиотики? Нет, конечно. Конечно нет. А продавать это нарушение? Да, безусловно. Если у меня нет рецептурного бланка соответствующего, то на основании чего мне его подадут? На основании того, что ты говоришь, что ты забыл его дома, у тебя жена отправила. Поху, иди. Ну, как бы это нарушение закона. Очень интересно. То есть, ну, за это могут наказать, по большому счёту. Очень интересно. Потому что, ну, антибиотика – это сильнодействующее вещество, которое может нанести тебе непоправимый вред здоровью. Если ты принимаешь решение его, как бы, ну, употребить, скажем так, у тебя должно быть на это основание. Основанием для этого является рецепт лечащего врача. Мне кажется, что эта норма законодательства исполняется далеко не всегда. На моём личном опыте. Не возьмут комментироваться. Я знаю сети, где это соблюдается очень строго. Хорошо. Я проверю в ближайшие случаи. Расскажу вам уже в приватной беседе. Отлично. Скажите, Павел, а вот в вашей работе, значит, как директора по информационным системам, веб-системам и аналитическим продуктам, а что болит? Что не болит, сказать проще. Давайте перечислим, что не болит. Мы уже узнали, что не болят производители. Нет, если серьёзно. Как мы понимаем идеальную работу, я доформулирую вопрос, чтобы было проще ответить. Как оно должно работать? Есть некий гэп с тем, как оно работает сейчас. Можно поговорить про софт, про компетентность людей, про поведение законодательных органов, про то, как в целом смотрят на IT-отрасль. Что болит? Да болит, в общем-то, наверное, то, что, как я начинал уже объяснять, есть определённая архаичность в самой индустрии. И, соответственно, профессионалы, которые в ней работают, они очень классно разбираются в истории Минофарма. То есть, ты можешь работать с людьми в уровне компетенции просто доктора-профессора. Сумасшедшее знание у людей. Но инструментарий, с помощью которого они выполняют те или иные свои профессиональные рабочие обязанности, он оставляет желать лучшего. Это, опять же, возвращаясь к вопросу о лапку мордах. То есть, архаичность. Вопрос. А это связано с возрастом? С поколенческим разрывом? Нет, нет, я не думаю, что это поколенческий разрыв. Я думаю, что это, наверное, просто уровень понимания. То есть, кто-то умеет принимать решения, основываясь на классных модных BI-историях. То есть, в BI был накинут какой-то дожмот, и вот он на графические показатели смотрит и понимает. Ага, вот здесь у меня лага, всё, надо здесь поковырять, подумать. Кому-то нужно вот это полотно бесконечность на бесконечность в Excel, которое тупит, тормозит миллиарды цифр. А тебе из этого миллиарда нужны две цифры, допустим. И это вызывает у меня, как у человека, работающего с аналитическими системами, определённую боль. Я понимаю, почему так происходит, но меньше от этого меня это не бесит. Вопрос такой с критикой. А если они до сих пор не прочувствовали, что Power BI быстрее, условный Power BI, кубами, зрелые аналитические инструменты, значит, вы им их не продали. Справедливо. Я являюсь ответственным за все, что происходит со мной в жизни. Я согласен. С этой концепцией я согласен. Нет, серьезно. Люди в целом-то не идиоты. И если бы какой-то инструмент экономил им полдня жизни, они бы с удовольствием на него перешли. Вопрос недоверия итоговым показателям. Объясню. Когда у тебя есть всё исходное полотно, вот эту бесконечную бесконечность, ты сам всё это в Excel можешь формулами посчитать, и ты в этом уверен. Это надёжно, как молоток. Ну, там промахнуться очень сложно, когда ты 20 лет работаешь молотком. То есть, ну, нет опции промаха. Ты точно совершенно знаешь, как оно работает. А это что-то новое, и непонятно, что там под капотом, и поверить в эту историю... Ну, как ты в Power BI поверишь? Никак. Ну, надо верить. Ну, вот в этом-то нюанс как раз. Ну, мы с вами, как айтишные люди, например, верим базам данных SQL, потому что мы пишем запросы, и мы знаем, что они не врут, да? Excel не врет, Power BI не врет, лапкубы в целом не врут, если они правильно сконструированы. Ну, если ты светами там не приборщил, да? Косвенно это означает, что у людей, о которых мы говорим, которые позволяют себе миллиард на миллиард, да, очень много свободного времени. Нет, скорее, не много свободного времени, а очень большое внимание к деталям. Здесь нельзя допускать вот этот эмоциональный прикос, что типа, а ты х*** занимаешься. Нет, нет, просто у них есть время, и они могут так делать. У них есть макрос, который написан, я не знаю, на ВБА, там, 10 лет назад, и он прекрасно работает. Он работал в 12-м офисе, он работает в 21-м. Ну, почему нет? То есть, вот это вот цифровая революция? Большая боль большого бизнеса – это в отсутствии методологии, методологии верно выстроенной аналитики, наверное, так. То есть, бизнес не только внутри, ну, там, я не говорю там с филиальной распределенностью, а даже вот бизнес внутри себя зачастую два разных подразделения могут смотреть на одни и те же показатели, или искать одни и те же показатели, но пользоваться разной терминологией. Вот такое тоже может быть. То есть, вот самое первое, с чего надо начинать, я уже по опыту понял, даже до там энцеёв – это глоссарий. Ты начинаешь с глоссари, ты со всеми участниками тусовки договариваешься, что, ребята, вот это значит вот это, потом ты переходишь к методике расчёта, что, ребята, вот этот показатель мы считаем вот так и получаем вот это. Верно? Верно. Все согласны? Да, классно, едем дальше. И вот только после, когда ты всё это утвердил, идеально, конечно, ещё разработать шаблон. Каждое подразделение внутри себя своему руководителю или руководителю вышестоящему отчитывается в той форме, в которой оно считает нужным, лишь бы был ответ на вопрос. Ну, что такое аналитика? Аналитика – это ответы на вопрос, по большому счёту, и умение их андепритировать. Если бы в бизнесе был шаблон, который от топа до самого, я не знаю, конечного менеджера имеет один и тот же внешний вид, но разную гранулярность, это сильно облегчило бы жизнь всем в перспективе. Ну, мы опять возвращаемся к тому, что этот бизнес недостаточно массовый, чтобы быть похожим и однотипным. Он очень разный, это творчество. Хотя бы внутри себя, ну… Это творчество. Это, безусловно, творчество существует в рамках больших компаний, свои какие-то синтетические показатели, которые изобретены этой компанией и применяются только в рамках этой компании. Вот я сейчас вас слушаю и понимаю, что настоящая цифровизация не автоматизация отдельных каких-то не вполне при этом отстроенных процессов, а вот такое покрытие, которое, например, произошло в маркетинге, то есть в качестве контрпримера, да? А где она произошла? То есть весь маркетинг, не только интернетный, ну, он в целом стал оцифрован, стало понятно, как считать людей, как считать их покупки, вот эти все омниканальные последовательности. Там много вопросов. А в конечном итоге все равно стоит два дрока с кликером, блядь, и считаете… Если два дрока с кликером – это не самое плохое решение. Вопрос в том, что… Там скорее решено. То есть все, что мы с вами сейчас обсуждаем вот в этой вертикально интегрированной структуре от производителей до человека, который пьет таблеточку, вообще не выглядит, как оцифрованная отрасль. Потому что то ли не было пинка, то ли нет добавочной стоимости. Да вы поймите, все это есть, и пинки есть, и добавочная стоимость есть, просто потребности фарма подходят ко всему очень взвешенно. Фарма – это не, допустим, я не знаю… Не хайп. Это, безусловно, не хайп. Это максимально анти-хайповая история. Это не, допустим, история, опять же, в контрпримере, там, e-travel. Это в e-travel я могу насобирать себе тур, накидать туда всего модного классного, еще и страховку туда пи***ли в конец, чтобы было вообще прям красиво. И все это продать кому-то одному. В фарме я так не могу. Максимум я могу сказать, ребята, мы собрали аптечку, смотрите, какая прикольная. Аптечка для туриста. Интересно, наборы и комплекты продавать в аптеке. Вот, ну это… Виагру купила корзин. Как вариант. Виагра слабительная. Надо сказать, до мастерчика. Да. Тут, ну, нет возможности для, наверное, творчества где-то разогнаться. И здесь все… Да здесь творчество, наверное, оно и не нужно. Здоровье – это очень такая тема, как с творчеством плохо связанная, плохо дружащая, я бы даже сказал. Окей. Хорошо. Вот мы обсуждали тенденции, которые происходят. Адаптировалась фарма и страна к последствиям пандемии. Санкции, как мы обсудили, не особо ударили по этому сегменту. Государство, слушаю вас, опираясь на то, что вы рассказываете, ну, в целом довольно разумно управляет этой отраслью, хотя она зарегулированная. Я так вас услышал. Ну, чуть-чуть медленновато, не так быстро, как хотелось бы, но давайте, наверное, начнем с самого начала. У нас чуть-чуть отстает метапазование. Ну, вот хороший пример. В большинстве своем, если мы возьмем историю, сейчас мне будут проклинать все нутрициологи и эндокринологи, у нас сейчас эндокринология делится на, я не знаю, на две глобальные отрасли. То есть, первая – это классическая эндокринология, диабетная вся история, и вторая – это эндокринология, которая – это улучшение качества жизни, антиэйдж, модно, классно, молодежно, вот это вот все. Две противоположные в подходах истории, две, наверное, разные школы, как вот все это должно регулироваться, и нельзя сказать, что кто-то из них прав или не прав одновременно. И те, и другие интерпретируют анализы, которые ты получаешь, просто интерпретируют их немножко по-разному. Одни говорят, что вот там надо заниматься только вот этим и… Классическая школа. Да, ну там, при некой классической школе, если мы возьмем, там, при гинекологии, гинекологии, эндокринологии, там, врачи могут по незнанию или, не знаю, по линии назначить, так называемые коки. Это… Гормонолка противозачаточная, вот эта вот вся история неприятная, чтобы девочке что-то поправить. Ну, также нельзя с организмом прощаться, что вы делаете-то, ребят. Это классные подходы 90-х годов. Ну, может, как-то мы немножко очнемся. То есть, вы говорите о том, что регулирование в качестве образования привело к ухудшению этого образования? Нет регулирования в качестве образования. Проблема в том, что врачи, которые обучаются… Есть, опять же, две категории. Врачи, которые обучаются только по госпрограммам, и врачи, которые обучаются. Немножко другой. И вот те, которые именно обучаются, они очень глубоко и всесторонне раскапывают тему. Но это отбитые ребята, их надо искать, и у них, как правило, очередь на полгода вперед. То есть, попасть к такому доктору – это прям большое-большое чудо. Если ты не хочешь попасть к доктору общей практики. Причем я ни в коем случае не умоляю кайфа докторов общей практики. Они тоже там нужны, важны, безусловно. История, создавая хани, наверное, сильно изгажена страховыми компаниями. История создала охранение, причем изгажено неправильное слово, осложнена история работы со страховыми компаниями, потому что не каждый анализ может дать по ДМС, какой бы блатной ДМС у тебя не был. Ну, то же такое себе. Мы все время пытаемся взять какую-то тему, что-то с запада, что-то еще откуда-то, что-то с востока, попробовать это совместить, и вот у нас ожидается какое-то существо интересное. Иногда оно классное, иногда это прям, ну, господи помилуй, лучше бы мы этого не делали. Очень интересно. А есть какое-то событие в сфере государственного регулирования, ну, или вообще в сфере этой фармы, которого вы ждете? Что будет маркетчендером в ближайшие 2-3-4 года? Не могу сказать. Нет такого события. С моей точки зрения, ну, как бы, давайте опять шаг назад сделаем. Я не могу назвать себя настолько глубинно разбирающимся во всех тонкостях и нюансах всех бизнес-процессов всей фармы, чтобы сказать, что вот, ну, вот чего-то прям конкретно ждем. Я отвечаю за очень небольшой блок – это веб-проект и аналитика. С моей точки зрения, вот, меня беспокоит НЦИИ. Это вот моя головная ежедневная боль в течение последних 8 лет. И вы не ждете в ней никаких, на самом деле, прорывов? Да, я понимаю, что следующее N-лет, которое я останусь в этой индустрии, я продолжу жевать стекло и камни. То есть в моей жизни принципиально ничего не изменится. Удивительно. А вы упомянули, что в других странах эта штука есть? Безусловно. А есть какое-то объяснение рациональное, почему ее нет в России? Так сложилось? Возможно, государство считает, что, ну, пока не время или не место, или, может быть, нет смысла делать. Вы поймите, если мы возьмем с вами ассортимент, вот хороший пример, вот у нас полочка вот есть, за вами стоит. Лекарственные средства – это от 35 до 55% того, что есть в аптеке. Потом у нас БАДы, там всякие перевязки по фармацевтику и косметика. Вот тут тоже настоящий ад происходит. То, что пока не регулируется ни маркировкой, ни как… Ну, за БАДы хоть как-то взялись и хотя бы к еде пока приравняли. Они хотя бы по этому контуру пока идут. С косметикой ничего нет. А там уже с точки зрения номенклатурной единицы можно, уф, как разогнаться. Я чувствую, что это боль не массовая. Что вот дефицит справочника НСИ, нормативной справочной информации, да, он болит, номенклатурной справочной информацией, он болит скорее у вас, как у человека, который занимается данными. Он болит у всех, кто занимается данными просто. И спрос на нее очень много, да. Да, мы такой, как бы, единорожки такие. Нас мало, но мы очень горды. Спрошу вас как единорожка. Если бы у единорожки была волшебная палочка, что бы она себе пожелала в профессиональной жизни? Неужто справочник НСИ? Слушайте, ну, много всего хочется. Давайте. Ну, прежде всего, кнопку сделать, чтобы она работала в течение полчаса. Это первое, что я сделал бы. Не уволят, нет, после появления такой кнопки? А я бы ее замаскировал. Окей. Ну, если серьезно, то кадров. Очень хочется кадров хороших разработчиков. Хочется, ну, прозрачных процессов. Хочется иметь аналитика, которая в состоянии разгрести не только техническую часть, но и бизнесовую, и их совместить друг на друга. Это вот то, о чем мы с вами когда-то разговаривали, BPN, кажется, так называемый. Да. Еще поговорим. Да. Это, ну, до этого надо дорасти. То есть, важно понимать, что бизнес-аналитика. Я сейчас не говорю про модные, там, data science, вот это все. К этому придем тоже со временем. Ферма обладает огромным количеством. Просто вы не представляете, насколько гигантскими объемами данных, которые можно и нужно анализировать, просто на это не всегда есть. А. Время. Б. Задача. Фермы работают от задач. Я понимаю. А по уму надо работать проактивно, чтобы эти задачи формировать уже с определенным будущим. Ну, то есть, получается, что вообще все достаточно хорошо в целом. А чтобы стало совсем хорошо, узкое место – это люди. Да. Вы назвали, вот я суммирую беседу, что архаичность тех, кто уже работает в этом рынке в большой степени. И второе – это дефицит людей, ну, новой формации, которые будут способны шустро сопоставлять технические и бизнесовые, фармацевтические в том числе данные. Да. Мне немножко печально, что вы не назвали софта, которого не хватает, который бы все это сделал. Вы понимаете, софт настолько специфичен во всей этой индустрии. Да он, наверное, в любой индустрии специфичен. Я могу судить только вот с той, с которой я работаю постоянно. Ну, я не помню ни одного проекта, который мы запустили бы за последние 6 лет с вами, который мы запустили бы из коробки. Это правда. Ну, какая коробка, такой запуск. Ну, клянусь, я не помню. Конечно нет. Ну да. Конечно нет, да. Это всегда адаптация, и адаптация должно быть. Единственное, что меня сильно печалит, я бы очень сильно хотел бы оторвать ножки тем, кто в рамках софта, любого софта начинает говорить две парадигмы. Ну, первое, что не комикс, это просто и легко выйти. А второе, всем тем мягким ***, которые говорят о том, что внедрение чего-то нового, автоматизация, это благо. Стопроцентное благо. Вот я вот про это говорю. Это безусловно благо, но люди, которым это продают, не всегда понимают. У них же вот рождается в голове образ золотой кнопочки, типа сделать хорошо, на нее нажимаешь и хорошо готово. А это не так, там тоже целая куча работы. Ну, вы говорите про так называемый опережающий маркетинг, когда людям рассказывают, что до два часа запускается программа лояльности, за десять запускается система учета, да, мы все знаем эти примеры, и потом оно не работает обычно. С точки зрения тиражного решения, наверное, это правильный подход. С точки зрения того, что фарма подходит под тиражное решение, нет абсолютно. Фарма очень злая с точки зрения внутренних тонких бизнес-процессов, которые надо отлаживать, допиливать, и не все из них очевидны. Ну, мы об этом уже говорили, да, что нет, не настолько массовый, не настолько структурированный бизнес, чтобы в нем можно было построить хороший софт. Это то, что 1С на своих рынках сделал, а здесь этого никто не сделал. В нем можно построить хороший софт, только являясь непосредственно участником этого бизнес-процесса. Сопровождать этот бизнес-процесс ты можешь, и ты понимаешь, как он работает. То есть, ну, ты должен быть ежедневно, постоянно в контуре. Это история не про поточного интегратора, который работает там со всеми. То есть, ну, на мой взгляд, это вы, как интегратор, с двух ног эту дверь не откроете. Ни с одной, ни с двух. Понятно. Павел, мне кажется, что мы хорошо прошлись по всей фарме, перемыли кости многим людям. Ну да. Я думаю, что нашим слушателям будет и зрителям как минимум интересно, а может и полезно. Я, например, для себя несколько важных вещей сегодня услышал, ну и прямо есть о чем подумать. Ну и видите, родился стартап. Да. Друзья, мы разобрали тему фармы в цифре и цифре в фарме. Лично я узнал много нового интересного. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, напишите их в комментариях. Мы подумаем, разберем, дадим вам ответы. Давайте изучать тему вместе. Спасибо.